1 2 3 коллеги доброе утро доброе мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре на сегодня в студии мы я олег строкатый руководитель отдела контроля качества и юра волошин кто ты чем ты занимаешься в компании скажи пожалуйста юра мы занимаемся улучшением продуктов я являюсь руководителем продуктового отдела до дела продукт менеджмента все что все фишки которые появляются в магазине в битрикс24 это результат работы в том числе юры ну и наш нас всех остальных коллеги давайте вначале проведем наши традиционные процедуры вот пожалуй сейчас внимание на картинку слышите ли вы нас если вы нас слышите то пожалуйста во вкладку questions которая выглядит вот так поставьте плюсики вот плюсики я вижу пошли можете поставить смайлики добрые слова тут уже передают нам привет и спрашивают как погода коллеги все у нас хорошо дальше что у нас на слайде да если у вас все-таки звука нет но вы видите вот эту вот картинку эту картинку то пожалуйста прежде всего сейчас попробуйте переподключиться но можете еще написать нам мы что-нибудь у себя здесь посмотрим по шамане да юра мы ведем вебинар с видео на случай если вам надоест смотреть про конверсии про битрикс вы можете посмотреть на юрку волошина либо наоборот если он вам доест можете посмотреть на битрикс и писать потом да дальше что у нас еще есть да мы ведем запись запись у нас ведется с двух с двух ноутбуков вечером мы либо завтра утром и вам пришлем ссылку на нашу запись и вы можете нас еще раз пересмотреть и так план вебинара я думаю нам расскажет юра даю о чем сегодня будем говорить ну не будем наверное подробника останавливаться на этом мир немножко расскажем о том что происходит на рынке интернет-магазинов расскажем о том как выживать на этом рынке что происходит с интернет-магазинами какие технологии внутри продукта помогут вам выживать и получать прибыль на этом рынке и наш приглашенный гость светлана русова расскажет немножко о sentence продаж что делать чтобы ее улучшить и так далее. Но об этом мы остановимся подробнее по вебинару. Света нас ждет. Она пишет, что есть некоторые проблемы, но позже мы их исправим. Свет, я вас слышу. В общем, да, мы сделаем. Так, значит, а что у нас дальше? Как уже Юра сказала, планчик у нас был представлен. Будут у нас содержательные части, коллеги, во время этих частей. Вы можете задавать свои вопросы во входе Questions. Я вот здесь читаю и буду дергать Юру, чтобы он на них ответил, либо отвечу на них сам. Ну, давайте уже начнем по теме, по теме нашего вебинара. Интернет-рынок меняется. Как у нас мы презентовали на летней партнерской конференции некоторые данные по аудитории российского интернета. Интересные данные. Мы пришли к поводу, что, кстати, источник у нас TNS Web Index, что в общем-то аудитория интернета уже не перерастает, естественно, образом. То есть прирост осуществляется только лишь за счет кого? Она перерастает, но очень медленно. Очень медленно. То есть большая часть людей, она уже подключена к интернету, и те, кто вырастает, они приходят, да? А те, скажем, либо за счет регионов. Ну, давай на этом остановимся на следующих слайдах. 66% населения находится в интернете. Это 82 миллиона человек. Как распределяется аудитория? Крупные города... Традиционно большая часть это Москва, Питер и миллионники. Ну, здесь немножко не так. Здесь этот слайд показывает о том, что всего 2 миллиона человек в Москве не подключены к интернету или не пользуются к интернету. Города до 700 тысяч, там до 5 миллионов, ой, до 5% не подключены к интернету. Прирост в основном осуществляется за счет городов от 100 до 600 тысяч населения и до 100 тысяч населения. То есть там еще есть какой-то прирост. потенциал роста интернета у нас, коллеги, что у нас? Большая часть у нас видно, что прирастает за счет очень взрослого населения. Очень взрослого населения. То есть свыше 45 лет. Все население, которое от 12 до 24 лет уже в интернете, прирастать нечему. Всем, вся молодежь, которая появляется, рождается, дорастает до этого возраста, уже точно знает, что такое интернет, имеет устройство, пользуется этими устройствами, поэтому рост идет за счет аудитории, у которой возраст достаточно высокий. Да, и вот у нас есть интересные данные, из каких устройств в интернет выходят. Мы их озвучивали, и нам они очень нравятся и интересны. Вот вы сейчас можете наблюдать, что с десктопом, не с десктопом, а с компьютером, с ноутбуков, да, у нас выходит 67%. И, в общем-то, эта доля даже, по-моему, падает, да, если не ошибаюсь? Падает, не падает, мы посмотрим дальше. Но самое главное, что аудитория мобильного интернета, мобильных пользователей догоняет десктоп. Вот, но если десктопы 67%, то мобила уже, извините, 41%. Уже 41% и планшеты 26%. И еще у нас появилась интересная аудитория, это телевизоры. Кроме того, недавно прошла презентация Apple, как вы знаете, да, они также делают упор на телевизионщиков. Да, они как раз показывали магазины внутри своей приставки. Совершенно верно. Те, кто не хотят заморачиваться там, ноутбуками и телефонами, а сидят перед телевизором, коллеги, эту аудиторию тоже нужно окучивать, и она, в общем-то, согласна быть окучиваемой. И вот следующий слайд, мы видим, что, опять-таки, компьютеры у нас идут на убыль, мобильники у нас растут, мы не любим выпускать их из рук, да, айпады тоже, и посмотрите, какой офигенный рост, огромный рост у телевизоров. Плюс 41%. Но все-таки цифры пока там достаточно маленькие, и в этих цифрах небольших... Какой потенциал? Рост идет в больших процентных соотношениях. Да, ну, коллеги, что мы делаем, какой мы делаем вывод, что, в общем-то, аудитория у нас не растет, но работать нужно дальше, и нужно выжимать нам прибыль из той аудитории, которая есть. Нужно увеличивать наше присутствие на рынке, да? Каким способом это сделать? Юра, тебе есть что добавить еще по этому слайду? Да, кроме того, что работать нужно с этой аудиторией, нужно смотреть на аудиторию, находящуюся в регионах. Нужно смотреть на аудиторию, которая находится на мобильных устройствах, ну и, естественно, работать с поисковыми системами. В этом нам поможет замечательный показатель конверсия, который позволяет вам оценить эффективность вашего магазина. Ну вот я не понимаю, что такое показатель конверсии, давай ты нам про него расскажешь немножко. Слушай, вот это с хитрецой ты сейчас. Молодец, хорошо. Вообще есть четкое определение, что такое конверсия. Правильно, вообще дискуссию нужно начинать с определения терминов. Но мы не будем сейчас точное определение. Вот у нас есть слайд, который наглядно расскажет, что такое конверсия. Допустим, представим, у вас есть аудитория из тысячи посетителей. И у вас вот есть ваш магазин в середине. И было совершено 10 заказов. Это тысяча посетителей к вам зашла на сайт. И всего было у вас 10 заказов. Это значит, что конверсия у вас 1%. А представьте теперь, что вы что-то поменяли в магазине. Вот как у нас, например, на слайде. У нас, вот видите, есть другой шаблон. И теперь эта тысяча посетителей совершила уже 30 заказов. Это значит, что ваша конверсия выросла на 3%, коллеги. Не выросла на 3%, а стала. Стала, ну да, стала 3%, конечно. Но я уже так вперед забегая, да. И вот наш любимый термин, тезис такой, да, бизнесовый, что, в общем-то, улучшить можно только то, что можно измерить, коллеги. Эмоции улучшить, ну, что такое хорошо, что такое плохо, ну, не знаю. Вот у нас есть ролик. Юр, порассказывай что-нибудь по нему, пожалуйста. Нет, давай не будем, мы лучше послушаем его. Он со звуком, но звука почему-то нет. Ну, прибавь. Так он нам все равно. А в ноутбуке-то я включил звук? Угу. Ну, вот Юра может рассказать, да, что такое здесь у нас конверсия, раз у нас нет звука. Сейчас будет звук. Окей, давай. Там очень интересный ролик, я так не расскажу. Конверсия вашего сайта. А ведь это ключевой показатель эффективности интернет-бизнеса. Давайте разберемся. За месяц на ваш сайт пришло 10 тысяч посетителей. 100 из них совершило покупку. Конверсия сайта равна 1%. А у вашего конкурента из тех же 10 тысяч покупку совершило 200 человек. Конверсия 2%. Это значит, что его бизнес работает в два раза эффективнее вашего. Улучшать можно только то, что измеряешь и контролируешь. В новой версии 1С Битрикс управления сайтом мы даем ответ на вопрос, какова конверсия всего сайта, а также разделяем ее по каналам. Платная реклама, SEO-трафик, рассылки, мобильный трафик и многое другое. Также в вашем распоряжении встроенные инструменты АВ-тестирования. Теперь вы легко можете проверить, какой вариант страницы работает эффективнее. Не нужно программировать, не нужно настраивать. Тестируйте, вносите изменения на сайт и наслаждайтесь результатом. Считайте конверсию и зарабатывайте больше с платформой 1С Битрикс управления сайтом. Да, 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 да. Вот такой вот шикарный красивый ролик, нам очень нравится, мы за него хорошо заплатили. И вот Юра нам сейчас расскажет про, собственно, про наш сам инструмент, да, про пульс конверсии, который есть в Битрикс. Да, Олег рассказал, что такое конверсия, мы посмотрели это на ролике. Но конверсию нужно измерять. Соответственно, в продукте появился инструмент, который дает возможность измерять эту конверсию. Инструмент называется пульс и конверсия. На экране вы видите, как он выглядит. Наверху показывается процент вашей конверсии, и мы пытаемся оценить, насколько эта конверсия хороша или плоха. Делится на 5 ячейок. Ячейки идут по определенной градации. На экране видно, что как бы 2,4 конверсия отличная. Показатели идут по времени, мы показываем за 3 месяца. Вы можете посмотреть, как изменялась конверсия в перспективе продукции. Ира, а может я перебью? А вот ты говоришь, что конверсия отличная. А есть какие-то примерные данные по рынку? Какая конверсия считается хорошей, приемлемой? Согласно статье Google, который делал очень большое исследование по интернет-магазинам, он заявляет, что самая максимальная конверсия, которая может достигнуться в интернет-магазине, имеется в виду конверсия покупки. То есть, когда осуществлена реальная покупка. Заказ был полностью оплачен. Эта конверсия в 4-4,5%. Это считается уже все. Максимально достижимая конверсия, которую возможно получить. Про Amazon сейчас или про что? Нет, это вообще просто про исследование Google. То есть, там не указывались, какие магазины. Они сделали исследование не на одном магазине. Там достаточно большая статья подробно. Они рассматривали ее. Получается, что максимальная конверсия, которая может быть достигнута, это 4,5%. Может быть выше, может быть больше, но это все зависит от специфики рынка и уже является погрешностью. Это для сайта, который... Это у среднежного сайта, да. Это обыкновенные сайты интернет-магазина. Мы можем посмотреть конверсию детально, как было сказано на ролике. Можем посмотреть ее в зависимости от показателя. Не обязательно для вашего магазина или для вашего сайта показателем конверсии являются оплаченные заказы. Это могут быть баннеры, клики по баннерам. Это могут быть просто товары, добавленные в корзину, просмотренные страницы и так далее. Вы сами выбираете, что является для вас показателем. Данный инструмент можно использовать не только для интернет-магазинов. Этот инструмент можно использовать для любых типов сайтов. Но так как мы все-таки вебинар ведем про интернет-магазины, будем ставить конверсию, как оплаченные заказы. Система, как уже говорили, отслеживает каналы. И мы отдельно поговорим про каждый канал, который мы даем. Возможность продукты отслеживать. Это рассылки, SEO, трафик, реклама и так далее. Что же дает в общем конверсия? Она дает динамику, дает реальные показатели в реальном времени, как что и происходит на вашем сайте. Дает возможность отслеживать конверсию по каналам. Для различных типов устройств можно посмотреть конверсию. Там переключается и можно посмотреть для мобильных, для десктопных, для планшетных и так далее. И можно посмотреть конверсию за определенный период. Это отличный инструмент аналитический, который позволяет спланировать... Да, это простенький, достаточно инструмент аналитический. Давай посмотрим на небольшом сайте, как это будет выглядеть вживую. Переключимся на сайт. Вот сайт. На нем конверсия 1.32. Система определяет, что конверсия нормальная. Инструмент был запущен на сайте достаточно недавно. Фактически он с 7 числа работает. Я поставил период с 1 по 9. Это реально рабочий сайт, да. Реальный магазин, по-моему. Реальный магазин, но на нем достаточно небольшое количество заказов. Мы специально его взяли, чтобы посмотреть, как даже небольшие цифры могут повлиять вообще на систему. То есть с 7 числа система работает. Сейчас на дворе у нас 11. Вот она с 7 до 10 у нас, кажется, здесь стоит. Да, до 9 я даже поставил ограничения. Несколько заказов было. 1.32 конверсия. Можно видеть, что было 6 заказов. 5 заказов. 6 заказов было добавлено в корзину. 5 из них было оплачено. Система рассчитала, что конверсия 1.32. На сайте достаточно низкий трафик за это время. Единственное, что трафик здесь считаются именно уникальные посетители. Не весь трафик, который приходил, а именно уникальные посетители. То же самое считается для конверсии. Конверсия берется именно на уникальных посетителях. Если в один момент времени, в один день заказ сделал один и тот же человек, два заказа, мы в конверсию считаем как одну покупку за весь день. А роботы как-то отслеживаются? Роботы отслеживаются, они отбрасываются. Мы стараемся только трафик брать, который именно делали люди. Здесь же можно посмотреть, сколько людей было с планшетов. То есть трафик достаточно небольшой с планшетов. А вот трафик со смартфонов уже достаточно большой. То есть 25% посетителей на этом сайте заходят со смартфоном. На самом деле, если взять аудиторию месячную по этому сайту, то там достаточно вообще большая аудитория с мобильных, около 45%. Слушай, а телевизоры? Телевизоры мы здесь не отслеживаем, потому что достаточно сложных отслеживать. Мы их заносим в прочие. То есть вот на этом сайте прочих устройств в 3%. Потому что там не только телевизоры сейчас являются потребителями. Там могут быть разные вообще устройства. Там и в автомобилях стали встраивать браузеры, в магнитофонах, и куда только не стали встраивать браузеры. А планируем? Ну, мы пока не делим его. Нет инструментов, чтобы его хорошо отследить и поделить. Пока мы его проще просто заносим. То есть вот такая возможность, если у вас посмотреть, такой инструмент у нас появился. Ну, инструмент – это хорошо, но инструмент не дает вам понять, как работает ваш магазин, понять, правильно ли вы строите бизнес-модель вашего интернет-магазина. Он же просто аналитический, по сути. Да, он по факту аналитический. И вам нужно иметь достаточно хорошие знания, чтобы понять эту аналитику, понять, хорошо или это плохо. Мы, конечно, сделали вверху такой градусник, который показывает, хорошо или плохо у вас все в интернет-магазине. Но этого может быть недостаточно. В продукте появилась бизнес-модель интернет-магазина. Что это такое? Это страница в продукте, которая показывает те расходы или те доходы, которые приносит ваш магазин. Что есть в этой модели? Мы показываем, сколько было затрат на рекламный бюджет. Мы можем внутри продукта отслеживать расходы на трафик. Если отслеживать расходы, связанные не на трафик, а расходы, потраченные на контекстную рекламу, соответственно, эти расходы будут здесь появляться. Также в эту модель можно внести вручную те расходы, которые вы потратили, например, в Яндексе или в Гугле, и посмотреть, сколько у вас получается посетителей с этих расходов. Система считает средний чек. В данном случае вы видите, что мы тратим на рекламный бюджет через контекст 100 тысяч рублей. 5 рублей стоит нам средний чек. Привлекли мы с помощью этого контекста 20 тысяч посетителей. С этих 20 переходов сделало 108 человек заказы. Соответственно, конверсия данного интернет-магазина 0,5. Это цифры тоже, опять-таки, с реального достаточно магазина. Валовый доход, который мы получили, 160 тысяч. Количество заказов 108. Средний чек система посчитала как 1400 рублей. Достаточно большой средний чек для некоторого бизнеса и достаточно маленький для другого бизнеса. Что мы можем понять из этих цифр и что мы можем здесь отследить? Давайте предположим такую ситуацию, что рекламный бюджет остался прежний, но цена за переход увеличилась. Что произойдет в вашем интернет-магазине? То есть мы видим, кстати, наверху, что мы заработали 25 тысяч с этого магазина. Это да, хорошо. Но давайте попробуем посмотреть, что произойдет, если случайно цена клика увеличится. А вот недавно у Яндекса были проблемы. У него цена клика резко возросла. И многие люди жаловались, что ой, 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 что же произошло? Яндекс, насколько я знаю, возвращал деньги. Но предположим, что цена возросла. Цена возросла правильно. То есть действительно на рынке вышел рост по ценообразованию. И ваш магазин уже с 28 тысяч прибыли упал на минус 6 310 рублей. То есть изменился рекламный бюджет. Хотя мы увеличили расходы на рекламу. Было 100 тысяч на предыдущем слайде. А, нет, цену на рекламу мы пока не увеличили. То есть 7 рублей стала цена клика, и магазин ушел в убыток. Но представьте, что мы изменили конверсию этого интернет-магазина. То есть мы улучшили показатель конверсии и стали конвертировать лучше трафик. Давайте его увеличим на 0.1. То есть всего совсем мало. На 0.1 человека мы увеличиваем трафик. Стало 0.6. Было на предыдущем слайде 0.5. Мы сделали 0.6. И вот магазин опять в прибыли. Но цифры очень скромные. То есть мне, например, цифры эти совершенно не нравятся. Ну что такое заработать 20 тысяч, прогнав 250 тысяч валового дохода, скажем так, заработать всего 20 тысяч. Что же нужно сделать, чтобы зарабатывать больше? А нужно увеличить конверсию. А сколько мы увеличим? Давай ее увеличим до цифр целых. То есть давай ее увеличим не на 0.1%, а аж от 2 до 2.4. Мы видели в нашем примере, что там конверсия 1 с копейками, и магазин как бы в прибыли. А если на этом же магазине сделать конверсию 2.4, то магазин будет приносить уже 783 рубля прибыли. Неплохая такая прибыль. Это уже даже не зарплата. 783 тысячи? Да, чистыми при конверсии 2.4. То есть нужно заниматься и ростом. Но это не единственный инструмент повышать просто конверсию. В магазине есть и другие показатели, которые можно улучшать. Предположим, это средний чек. При среднем чеке для магазина в 1400 рублей мы зарабатываем 783 рубля. А представь, что можно средний чек поднять хотя бы до 2.5. Поднятие среднего чека – это достаточно несложный процесс. Нужно в правильных местах расставить разные инструменты, которые есть в продукте. Это big data. Это инструменты, которые говорят, те товары, которые смотрел человек. Подсказывают, какие лучшие товары в интернет-мазине. Которые лучше покупались и так далее. Средний чек имеешь не стоимость какого-то одного продукта, а скажем, именно покупки. Именно возможность добавить в корзину какие-то сопутствующие товары, которые дадут возможность увеличения среднего чека. Вы продаете, предположим, смартфоны. Что может быть с сопутствующими товарами? Вы предлагаете флешки для каких-то смартфонов, предлагаете чехлы, предлагаете защитные пленки. Вы это видите в офлайновых магазинах, когда людям предлагают какие-то дополнительные сопутствующие товары. На этих сопутствующих товарах достаточно высокая прибыль, соответственно, при росте среднего чека очень резко возрастает. Слушай, у тебя какие-то магические цифры, так что это самое. Цифры не магические. Легко и просто. Это не легко и не просто, но цифры дают возможность посмотреть. Еще раз обобщим, что же такое интернет, модель интернет-магазина. Бизнес-модель интернет-магазина. Это быстрая оценка успешности вашего интернет-бизнеса. Вы можете там вручную вставить цифры. Там есть переключатель, вот этот зелененький наверху прогнозирования. Переключаясь в прогнозирование, вы сможете, да, вот Олег его показывает. Переключаясь в прогнозирование, вы сможете вводить свои цифры. Соответственно, вы сможете посмотреть, что даст увеличение того или иного показателя. Вы можете менять и развивать стратегию своего интернет-магазина, основываясь на этих цифрах. Рассчитывать оптимальный средний чек, рассчитывать стоимость привлечения клиента, смотреть, стоит ли повышать стоимость рекламы и выгодно ли вам повышение рекламы. И видеть рентабельность вашего интернет-магазина. Данная интернет-модель интернет-магазина находится в новом разделе для маркетологов. Слушай, а покажи, у нас наверняка на сайте есть, да? Да, конечно, можем на этом же сайте, на котором мы уже смотрели. Слушай, удивительно, нет вопросов, коллеги. Значит, мы все понятно рассказываем, я делаю вот такое, что вы замечательные ведущие, а вы замечательная аудитория. Вот это раздел, маркетинг, он находится на третьем месте в левом меню. Здесь собраны все инструменты, которые мы сегодня будем обсуждать, те инструменты, с помощью которых вы можете влиять. Кстати, вот это... Ох, хорошо, как у нас все произошло. Ничего страшного, рабочий боевой сайт, все хорошо. Это естественно. Вот бизнес-модель нашего интернет-магазина. Тоже показывается конверсия, совсем маленькая прибыль, но это потому, что магазин не работал. Данный магазин работает по специфичной технологии, он вообще не тратится на бюджет, у него нет рекламного бюджета. У него достаточно низкий средний чек за последнее время, то есть увеличение этого среднего чека мы видим, что мы можем повлиять на какую-то прибыль. Вот, предположим, мы там поставили полторы тысячи среднего чека, уже 7 тысяч мы за такой маленький период сделали. Цифры очень маленькие, потому что реально там 3 дня всего на интернет-магазине это все стоит. Я поставил, чтобы попробовать это дело. Все, вот такой разделчик у нас. Ты вот скажи, Юр, ты сам планируешь что-то использовать для экспериментов? Ну, я для этого и поставил. Ага, то есть именно там клики, переходы, вот тоже будешь, да? Вот мне не нравится, совершенно не нравится средний чек, средний чек здесь на этом магазине достаточно хороший, это просто мало прошло времени. Но вот мне не нравится конверсия. А слушай, если я не ошибаюсь, у тебя ведь достаточно специфичный продукт, такой уникальный, можно сказать, и очень кастомный, то есть требуется прям такая подгонка под каждого индивидуального покупателя. У тебя это вот тоже сможешь отслеживать, да? Да, я смогу это отслеживать, я вот как раз посмотрю, насколько этот инструмент поможет вот на таких специфичных магазинах, которые фактически делают продажи не в реалтайме, ну, то есть не в реальном режиме, когда заказ оформляется на сайте, таких заказов немного. А это в основном телефонные звонки, это общение с клиентами через звонки и, соответственно, там немножко продажный цикл другой. Но посмотрим, как это все среагирует. Хотя полностью 100% канал привлечения клиентов, канал привлечения потенциальных клиентов, это именно интернет-магазин. Ну, еще раз, пункт меню маркетинг, собраны все инструменты, которые вам помогут заниматься маркетингом. Давайте разберем, какие каналы есть и какие инструменты есть внутри интернет-магазина, которые помогут вам повышать конверсию. Самым большим каналом привлечения трафика, как мы уже сказали, является контекстная реклама. Это основная статья расходов, основной источник привлечения трафика. Но что же происходит, когда вы производите привлечение трафика на сайт через этот канал? Обычно те люди, которые занимаются товаром, контентщики, это один персонал или те, которые занимаются продажами именно этого товара. А те люди, которые занимаются отгрузками или остатками товаров на складе, это немножко другой персонал. То есть маркетинг нагоняет трафик, гонит его на сайт, делает какую-то рекламу, рекламирует товары. Но товары в этот момент кончились. То есть получается несогласованность между каталогом товаров и тем, кто гонит на сайт трафик, привлекает посетителей. Соответственно, когда заканчивается товар, вы продолжаете показывать объявления, тем самым тратите деньги впустую. Или товар вернулся на склад, а объявление уже не показывается. Отследили, сняли объявление, товар вернулся, лежит на складе, не продается, потому что объявление забыли обратно включить. Затраты на контекстное объявление выше, чем прибыль от продажи товаров. И вы это не знаете, соответственно, не снимаете какие-то объявления, которые не перспективные. Вы не можете контролировать стоимость перехода. То есть трафик идет, бюджет тратится, бюджетно-контекстную рекламу расходуется, но эффекта никакого нет. Мы добавили инструмент, это автобюджет контекста, который дает возможность загрузить рекламную кампанию с Яндекса, в данном случае пока, чуть-чуть попозже с Гугла. Дает возможность ту рекламную кампанию, которую вы уже настраивали, делали, включить в продукт, раскидать рекламное объявление по конкретным товарам. Управлять этими объявлениями в карточке конкретного товара, связывать созданные ранее объявления с этим товаром. Но самое главное во всем этом, это автоматика, которую мы даем внутри этой системы. То есть мы автоматически можем включить или выключить контекстную рекламу в зависимости от остатка конкретного товара. Пришел товар, реклама включилась, товар закончился, реклама автоматически выключилась. То есть вам не нужно теперь следить за теми объявлениями, которые вы показываете. Вы настроили каждое объявление конкретному товару и система отслеживает в автоматическом режиме, есть ли этот товар в наличии или этого товара нет. При наличии товара рекламу показываем, при отсутствии убираем. Все, больше не нужно заботиться о том, чтобы где-то это отслеживать. Вторая автоматика, которую дает эта система, это автоматическое включение или выключение контекстных объявлений в зависимости от рентабельности этого объявления. Вы настраиваете конкретное объявление на товар. Кстати, таких объявлений может быть не одно объявление, а может быть 2, 3, 4 и так далее объявлений. Это такой некий ABET-тест. Вы делаете на какой-то товар 2-3 объявления и по каждому объявлению смотрите, какая конверсия этого объявления. Про ABET-test давай сейчас вперед-то не забегай. Не будем забегать вперед, но фактически можно это сделать. Вы видите, что какие-то рекламные объявления нерентабельны, и система может их вам сказать, что это объявление нерентабельное. Вы можете эти объявления отключить. То же самое происходит при росте цены клика. Система отслеживает цену клика. Мы видели в модели интернет-магазина, что в некоторых интернет-магазинах при росте цены клика на 2-3 рубля, магазин может уйти так нехило в убыток. Соответственно, чтобы такого не происходило, система отслеживает рентабельность, отслеживает цену клика и может сказать, что некоторое объявление нужно отключить. А это работа именно автоматическая или я могу руками? Частично это автоматика, частично это руками. То есть вы можете, например, запретить системе автоматически отключать рекламное объявление при его нерентабельности. То есть вы знаете, это плановое нерентабельное объявление, но вы нагоняете трафик, чтобы привлечь к какому-то новому товару. Да, в данном случае товар пока не покупают, но вы знаете это и не даете системе это отключить. В противном случае, да, вы набираете аудиторию. В противном случае можно настроить так, что система автоматом это объявление уберет. То есть эта отгибка настраивается для каждого объявления. Триггерные рассылки – это следующий канал привлечения, увеличения конверсии. И что это такое, коллеги? У нас он вышел, когда у нас вышел? По-моему, тоже в... Ну, он уже два релиза, мы его потихонечку наращиваем, его мощность. Третий релиз, вот текущий, который будет эта осенью, это будет завершающий этап для интернет-магазина. Мы завершим разработку данного инструмента. Она включит в себя все, что мы задумывали. Давай посмотрим, как это все работает. Предположим, клиенты сделали заказ. Во-первых, подожди, давайте кратенько скажем. Я думаю, что все знают, что такое триггерная рассылка, да? Потому что все работают с магазинами. Давай все-таки про триггерную рассылку, и дальше мы терминологию эту расскажем. Давай вообще расскажем о том, как вообще все происходит в интернет-магазине. Клиент сделал заказ. Ему уходит автоматическое письмо с нашей системы, которое говорит о том, что спасибо за покупку, бла-бла-бла, вы молодец, вы сделали покупку в нашем магазине. На этом все заканчивается. Но это плохо. Мы решили поиграться. Да, мы решили не поиграться, а мы решили напоминать периодически клиенту о том, что мы существуем, наш магазин еще работает, мы хотим сделать дальнейшие продажи. Как это происходит? Проходит три месяца. Мы отправляем ему автоматически следующее письмо, в котором мы говорим, мы ужасно по вас соскучились, наверное, нужно к нам вернуться. Клиент никак не прореагировал. Мы запускаем специфичную рассылку, которая шуточная. Она входит внутрь продукта, мы об этом остановимся чуть попозже. Мы от лица робота некоторого пишем клиенту, что помогите, нашу семью взяли в плен. Меня скоро будут разбирать, если вы не вернете. Какой был автор вот этой вот рассылки? Задумка была совместная. Нам помогал копирайтер наш. Мы сделали совместно вот такую рассылку. Отправляется письмо с помогите. Клиент это читает, либо реагирует, либо не реагирует. Если клиент не реагирует, то уходит следующее письмо, которое кричит уже, что меня будут разбирать, кэшелек или жизнь, меня убьют, вернитесь на сайт. То есть пытаемся вернуть клиента. Клиент не возвращается, уходит. Опа. Олег. Yes, ok. Не вылетит ничего. Не знаю. Так. Что же вы наделали? Меня начали разбирать. Мы показываем там запчасть, как будто робота начали разбирать. Ребят, пожалуйста, скажите, слышите ли вы нас, видите ли вы нас? Слышат и видят, все хорошо. Все, отлично. Нам система говорит, что у нас немножечко медленный интернет, коллеги. Но на всякий случай, если вот что-то у вас нет, то вы можете сейчас написать мне во флагу questions. Но по моим данным все должно сейчас проходить хорошо. Окей. Да. Идем дальше. Продолжая эту шикарнейшую эпопею. Клиент дальше не реагирует. Мы показываем, что робота разбирают все больше и больше. Неужели это конец? Робот уже кричит, кричит. Клиент не возвращается. Приходит следующее письмо. Я же предупреждал, меня убьют. Здесь полностью разобранный робот. Все, рассылка закончилась. Не получилось клиента вернуть. Но мы хотя бы сделали достаточно шуточную вещь, чтобы клиент вернулся. Большой процент или какой-то процент клиентов вернется. А вот теперь давай расскажем, что же это такое было и что же это происходило у нас. Что же такое было? Ну вообще, что такое триггер, я думаю, коллеги, вы знаете. Большая часть из вас наверняка разработчики. И триггер это некий такой крючок действия, по которому происходит другое действие. Ну вот мы здесь написали... Событие, скажем. Да, триггер. Некое событие. Вот в данном случае это внутри магазина. Так, нам говорят, что у нас пропал звук. Все пропало. Все пропало. Не подключи, у нас картинка пропала. Там брал видос, там у нас проблемы с интернетом, по-моему, были. Звук. Звук есть, камеры нет. Так, звук есть, а камеры нет. Коллеги, ну давайте пока что камеру подключим. Почему-то нам система говорит, что у нас проблемы с интернетом, с Wi-Fi. Подключаем. На всякий случай, давайте мы сейчас сделаем саундчек. Слышите ли вы нас? Если и слышите, и видите, поставите, пожалуйста, плюсики. Я сейчас смотрю. Прежде чем мы продолжим. Ирина, вижу ваш плюсик. Костя, Илья. Лена, Юлия. Спасибо. Спасибо еще раз. Пардон, пардон. Давайте продолжим еще раз. Что такое триггерное? Ну вот какие триггеры могут быть? Например, это брошенная корзина, отмененный заказ. В данном случае. Либо какой-то промежуток времени, о котором Юра так шикарно сейчас рассказывал нам, когда у нас включается наш шалун и начинает шутить и донимать покупателя. Данные триггеры достаточно просто добавлять в систему. Мы рассказывали на вебинарах, на партнерке был доклад, как добавлять такие триггеры. То есть вы можете их добавлять. И все это, это событие, которое сработало в определенный момент, это триггерная рассылка. Вот эта вот серия писем, которую мы показывали, это триггерная рассылка, которая запускается по вот этому триггеру, стартует она и завершается по какому-то событию завершения. То есть в данном случае, в нашем примере, эта рассылка должна была завершиться по возвращению клиента на сайт. А стартанула она по прошествии трех месяцев. То есть ушло первое письмо, когда наступило три месяца, клиент не приходил на сайт. В данном случае мы пробежали по всей рассылке, клиент не вернулся, соответственно, не сработало. А вот мы в это письмо можем строить, допустим, какие-то товары и так далее. Да, конечно. Появилась возможность такая, вчера даже Долганин писал про это на Фейсбуке, что появилась возможность встраивать компоненты внутрь письма, и они в автоматическом режиме могут отправить товары, какую-то информацию о заказе более детальную, личный кабинет и так далее. То есть теперь неограниченные возможности у разработчиков, они могут в принципе в письмах отправлять все, что хочешь. То есть это могут быть и новости, которые сгенерированы в автоматическом режиме, забрали свежие именно новости за последнее некоторое время. Это могут быть и новые товары, которые поступили и так далее. Какие же триггерные рассылки мы включили в продукт? Естественно, мы не могли просто выпустить инструмент и не дать вам возможность посмотреть, как это все работает. Включено в продукт 7 триггерных рассылок. Это триггерная рассылка на брошенную корзину, там серия писем, отмененный заказ, повторный заказ, триггерная рассылка, которая активируется через 90 дней, через 111 это вот рассылка хулиганства, которую мы разбирали про робота. Она достаточно веселая. Приходит запчасти от робота с картинками, да? Мы прям встроили, да? Да, мы встроили это внутрь системы, вы можете ее изменять через 180 дней и через 365 дней. У всех триггерных рассылок есть триггер активации и триггер возвращения. Вы можете в настройках это посмотреть, посмотреть, что мы используем, выбирать свои триггерные рассылки, изменять их. Все триггерные рассылки работают автоматически, система отслеживает, что происходит у вас и запускает их. Все эти триггерные рассылки сделаны с единственной целью. Это увеличение конверсии вашего интернет-магазина. И вы можете отслеживать конкретно канал интернет-рассылок, смотреть, сколько именно клиентов к вашей конверсии добавили именно рассылки. Соответственно, есть ли эффект от этого инструмента или этого эффекта нет? Слушай, Юр, а вот мы пишем, что здесь до 20%. Вот вообще сейчас отношение к письмам такое, знаешь, особенно к магазинам. Ну, у меня уже, мне не нравится, когда они рассылают письма, особенно даже в магазины, в которые я периодически захожу. Особенно вот такого плана, как хулиганы, да, шалун там. А вот на самом деле наоборот, вот такие вот триггерные рассылки добавляют. Действительно до 20%. Да, по замеру получается, что все-таки клиенты, хоть сколько бы ты ни говорил, что тебе не нравится, но у тебя уже все, у тебя уже сознание уже испорчено, наоборот. Ты даже если ты не реагируешь, ты уже ИТ-шник прожженный. Все, коллеги, я уже… И ты уже не реагируешь. Но клиенты-то есть обычные, которые не ИТ-шники, которые только пришли в интернет, которые еще не пользовались этим, поэтому им это интересно. Особенно срабатывают хорошо рассылки, которые вот такие шуточные. Вот мы почему ее и встроили, что стандартные, да, уже приелись, надоели. Здравствуйте, спасибо, мы прислали вам, спасибо. Ну, кстати говоря, наверняка у нас должны появиться какие-нибудь решения в маркетплейсе, да? Да, мы как раз таки рассчитывали на то, что будут появляться вот такие вот всякие инструменты, которые дадут возможность клиентам наращивать серию писем, эту загружать. Ну, посмотрим, как будет происходить. Следующим каналом привлечения… Это у нас бигдата. …является наша бигдата. Ну, давай ты озвучишь немножко цифры, которые у нас по этому инструменту есть. Да, вот на сегодняшний день у нас уже около 20 тысяч сайтов. Мы сегодня с утра специально поправили, там стояла циферка 17 тысяч. Ну, вот у нас новая данная уже… Более 20 тысяч. Более 20 тысяч сайтов у нас уже подключено к нашей бигдате. Коллеги, проще говоря, в общем-то, аудитория у нас уже достаточно такая хорошая, чтобы по ней строить какие-то… Ну, вот обсчитываем события, я подозреваю, ему уже еще больше. Да, это их уже больше перевалило цифра. Я думаю, что мы идем уже к 800 миллионам, будем так говорить. Уникальных посетителей, вот видите, коллеги, наверное, я думаю, уже 250. А осталось… Нет, ну вот количество посетителей уникальной, скорее всего, не сильно выросло. Почему 220? Почему такая цифра уникальных посетителей? Здесь считаются посетителями люди, зашедшие конкретно с какого-то конкретного устройства. Соответственно, у каждого клиента, у каждого, ну, человека в основном сейчас стал и компьютер, и смартфон, и еще какие-то устройства. И телевизор. Да, и телевизор уже процент их большой. Соответственно, здесь считаются именно заход конкретный, уникальный с какого-то конкретного устройства. Поэтому здесь 220 миллионов. Обсчитывается уже в нашей базе 29 миллионов товаров. Мы их каталогизируем, сортируем и так далее. Мы отдаем заказы по рекомендации, мы отслеживаем, сколько процентов этих рекомендаций, от 9 до 37 процентов. есть улучшения по данному инструменту встроено в каждый интернет-магазин это универсальный компонент который можно размещать как на главной странице так списке товаров на детальной карточке товаров корзине размещать этот компонент дает вам возможность увеличивать вашу же конверсию причем вы сможете от оценить отследить ее теперь с помощью инструментов если в этом толк нужно увеличивать конверсию через этот инструмент мы проводили исследования на одном интернет-магазине он поучаствовал в нашем так называемом тестирование мы проверили конверсию который заработал заработал магазин дал вали топ мы раскидали наш компонент и в списке товаров и на детальной карточке товаров вот здесь показано как раз таки в списке товаров что наш компонент делает какие-то рекомендации и выяснилось что данный магазин дает 20 процентов прироста этот процент тоже мы в системе пишем вы можете посмотреть сколько процентов прироста дает именно рекомендации хочешь вопрос хочу вот здесь нас спрашивает владимир а вот скажи пожалуйста вот сегодня была новость что вконтакте собирается что-то там делать с магазинами да то есть предоставлять для групп пользователей какие-то витрины либо возможность размещать свои товары скажи пожалуйста мы как-то планируем вообще интегрироваться и там с бигдатой вконтакте вообще своих витринами и так далее ну начнем с того что они это только анонсировали сегодня мы еще не знаем если у них какой-то есть ли какая-то возможность чтобы интегрироваться что там огромная аудитория получается да это новый канал привлечения согласен это новый канал привлечения если он будет нормально работать если они дадут какой-то api для подключения к своей системе то мы естественно сделаем какую-то выгрузку так как же сделали мы для яндекса сейчас выйдет синхронизация с ebay то есть мы дадим возможность на эту площадку тоже выгружать естественно в магазине немножечко просила да ну это еще один из каналов он этот канал падает все установлено до силу скажем так про села но у нас на самом деле канал все равно существует просто seo превратилась немножко в другое измерение как оно было раньше если раньше это был тупой нагон ссылок это был просто какие-то непонятные тексты не для людей а для роботов которые индексировались и системы и нагонялись а внутрь из инструмента продукты но seo продолжает работать что же мы изменили чтобы этот канал тоже эффективно работал именно в нашем продукте во первых ну вышла обновленная версия чипу это версия 20 это автоматическое создание правил для страниц мы выпустим подробную статью которая рассмотрим эту возможность вы теперь достаточно скорее всего следующей неделе выйдет я посмотрю уже как сделаю там как раз на форуме обсуждался достаточно большой пласт люди не понимают как сделать многоуровневая многоуровневую систему внутри нашего магазина пытаются что-то там программировать пытаются там разобраться как это все работает на самом деле это очень все легко делается я там на в течение 10-15 минут собрал простенькую страничку на которой собрал многоуровневую эту систему чпу это очень просто делается я выпущу дополнительную статью и рассмотрю как раз таки новые улучшения в чпу то что мы выпустили появилась возможность указать канонические ссылки что такое каноническая ссылка на когда у вас товар находится в разных разделах у может открыться по разным урелом то есть ты зашел в раздел обуви показал какую-то обувь ты раз зашел в раздел главной страницы или там в какой-то подраздел женского бывают показал ту же самую обувь соответственно она открылась с разными чпу на ссылками и которые ведут на эту страницу чтобы не происходило проблем чтобы не было дубликатов внутри системы мы можно ввести какая из этих ссылок является канонической вы ставите галочку что данная ссылка как является канонической эта информация передается поисковым системам поисковая система не говорит что это дубликат появилась возможность указать чипу в умном фильтре исправились хлебные крошки и постраничная микроразметка она стала проходить валидацию можно передать время последней модификации страницы это тоже очень важная информация сайты становятся все больше и больше страниц все больше и больше соответственно роботы не успевают проиндексировать весь сайт очень быстро если не передавать модификацию время модификации страницы робот будет заходить на те же самые страницы которые не изменяли соответственно не будет индексироваться весь сайт а так робот бежит по вашему сайту видит что данная страница не менялась указания есть и бежит дальше он видит страница изменилась зашел на эту страницу произвели проиндексировал также стало очень легко управлять 404 страницей вы ее можете делать свою указать что вот ваша страница вот в этом месте лежит, и мы будем автоматически в каталоге ее подключать, вызывать. Слушай, а как вот ты оцениваешь вообще развитие SEO? Куда она пойдет? Ну, оно в основном идет в то, что тексты на страницах должны быть более понятны людям, они должны отвечать комплексно на все вопросы клиента. Это не просто ты зашел на страничку, тебе там сказали, вау, какой клевый микрофон, и все. Там должно быть расписано детально полностью, что это за микрофон, как его использовать, для каких целей нужно применяться. То есть, SEO будет идти больше для пользы клиентов, а не для пользы владельцев. Для пользы клиентов. Он должен как можно больше ответить на как можно большее количество вопросов, удержать на этой странице как можно дольше времени. Сейчас очень сильно на этот показатель смотрят поисковики. Человек должен посмотреть, увидеть, посмотреть какие-то видеоролики и так далее. Я на одном из своих проектов довел время нахождения на странице до 2,2 минут. Это хорошо, хороший показатель. То есть, там получился очень шикарный показатель. Да, это прям шикарно. Мне прям тоже очень понравилось. Ну, давай дальше. Следующим каналом, с которым нужно обязательно работать, это не является в чистом виде канал, но и в то же время это канал. Мы показали, вернее, Олег рассказал в начале нашего вебинара, что мобильных пользователей все больше и больше. Соответственно, нужно с этими пользователями уметь работать. Естественно, ваш сайт должен проходить тест Гугла, ну или вообще быть мобайл-френдли, быть удобным на вашем мобильном устройстве. Гугл выпустил специальный инструмент, на котором вы можете проверить, отвечает ли требованиям того же Гугла ваш сайт. Вы ставите URL сайт, вот в данном случае введен URL сайта, и данный сайт не прошел ни один из показателей. Google говорит, что сайт не оптимизирован для мобильных устройств и пишет почему. Слишком мелкий шрифт, контент ширина экрана больше, чем ширина экрана телефона, ссылки стоят очень близко, соответственно, достаточно тяжело кликать, не задана область просмотра. То есть все, сайт не прошел тестирование Гугла. 16 октября, насколько я помню, Google объявил, что те сайты, которые не будут проходить данное тестирование, будут пессимизироваться, тем самым не будут на первых позициях выдачи. Мы один сайт специально оставили, не стали его изменять, решили, а Google не применит никаких санкций, все будет хорошо. На сайт привлекался трафик свыше 400 уникальных посетителей, по данным Яндекса, эта картинка с Яндекса приходила с Гугла. То есть сайт достаточно неплохо работал, Google ему давал трафик, на сайте суммарно около 1000 человек приходило. Мы не сделали никаких изменений, прошло 16 число, но это прям не 16 произошло, где-то через 2 месяца после 16. Google полностью рубит трафик, все позиции проседают. В данный момент с Гугла приходит не более 10-20 человек. То есть мы видим на графике, что трафик упал. И началась тенденция к падению даже с Яндекса. Хотя у Яндекса фликтуации какие-то тут там непонятно. Но самое главное, что с Гугла мы трафик весь потеряли. То есть мы не подготовили сайт, не сделали его адаптивным. Слушай, а сайт-то все-таки подняли, нет? Сайт остался в таком же виде. Мы хотим посмотреть, как будет реагировать дальше Гугла. То есть вернется, не вернется трафик. Если трафик ближе к Новому году не вернется, то на этом сайте будут произведены изменения, будет натянута адаптивная верстка. Сайт на битриксе натянуть несложно. И мы посмотрим, что произойдет после того, как поднимется сайт и пройдет это тестирование. Посмотрим, как это все сработает. Мы это озвучим? Мы это озвучим, мы делаем эксперимент, да. Адаптируем сайт к мобильному рынку. Первое, с чего нужно начать, это изменить принцип создания сайтов. То есть должна измениться принцип верстки шаблонов, принцип создания таких шаблонов. А чем он, скажи, чем он обословлен? Обословлено тем, что ты видел, что мобильные телефоны догоняют по трафику дисктопные устройства. И через некоторое время произойдет перелом, что мобильных пользователей будет больше. Соответственно, проектировать структуру сайта, нужно учитывать сразу потребности данных и клиентов. То есть сайт изначально при проектировании должен быть адаптивный. Вам невыгодно делать два сайта, один для мобильных пользователей, один не для мобильных пользователей, поддерживать эти два сайта. Вы должны сделать один общий сайт, который должен полностью хорошо отображаться как на мобильных устройствах, так и на дисктоптах. Внутри продукта выходит новый шаблон. В данном случае шаблон пока в бете находится. Через некоторое время, скорее всего, ты выпустишь его на следующей неделе. Мы сейчас коллеги его дотестируем, в частности, вот мои коллеги. Буквально вчера, я думаю, сегодня закончим и сегодня выведем. Ну, пока не торопись его отдавать, мы сейчас еще тебе добавим прекрасные баннера. Я знаю. Там шикарная такая штука. Выйдет он уже в полном виде, законченном. Это будет прекрасный шаблон, который сможет работать. Там появится возможность показывать баннера как с видео, так и без видео. Можем даже небольшую демонстрацию сделать, если хочешь. Ну, давай сделаем. Почему нет? Коллеги, коллегам нравится, как мы рассказываем. Давай покажем. Вот как раз сайт. Я не знаю, сейчас он сработает, не сработает. Это сайт-разработчик. Это сайт, да. Наши внутренние коллеги, ничего страшного, что вы видите адрес, вы можете по нему зайти, он не существует в интернете. То есть вот запустился рекламный ролик. Слушай, хороший вот этот ролик. Да, ролик прекрасный. То есть вы можете теперь делать вот такие баннера. И сейчас готовится здесь еще вот такого типа баннер. Сейчас здесь покажу. Вот здесь он уже здесь поставлен. То есть это такой типа абстрактный режим, когда картинка внизу двигается. То есть вот эта система появится внутри продукта. Вот, кстати, на этом адаптивном шаблоне уже я собираю свой один из проектов. Это пока начало. Вот здесь собирается проект. Сайт полностью адаптивный. И прекрасненько работает. Коллеги, как вам? Как вам вообще? Ну давай сначала визуально его посмотрим. Подожди, как? Еще не видели. То есть это главная страница. Вот в таком виде она отображается на большом дисктопе. Вот в таком виде она отображается на мобильном устройстве. Преимущество технологий, которые мы применяем, это Bootstrap технологии или Bootstrap CSS framework, который мы взяли внутри продукта. Вы можете управлять, что показывается на каком из устройств. То есть вы, например, можете скрыть на шаблоне сайта для больших устройств, показывать большой баннер. На маленьком устройстве вы можете скрыть его. Если вот в данном случае на картинке это не видно, то в жизни вы можете этим управлять. Вот давайте посмотрим на таком же вот проекте, на тестовом, как это происходит. Вот мы видим внизу большой баннер, который отображается на большом устройстве. Как только размер экрана уменьшается, данный баннер не интересен, мы его скрываем. То есть вот на мобильной версии, нет, еще есть этот баннер, он просто перешел вниз. Все. А вот теперь этого баннера нет. То есть на совсем узких экранах мы вскрываем этот баннер. Вы можете настраивать настройки этого баннера, можете указать просто галочкой, вам не нужно даже знать, как это работает, настройках компонента баннеров при создании этих баннеров. Вы сможете поставить галочку отображать этот баннер на каких устройствах? На десктопах, мобильных или планшетных устройствах. И соответственно баннер будет скрываться или появляться. То есть вообще не нужно даже знать, как это все работает. Продолжаем смотреть, как этот сайт выглядит на мобильном и на десктопном устройстве. То есть это просто был сверстан один шаблон, да? Да, это сверстан на Bootstrap'е был сверстан новый шаблон, который мы бесплатно будем распространять через Marketplace. Вы можете его модифицировать, применять и так далее. Вот как раз небольшой ролик, на котором мы показываем, как работает адаптивная технология. Потихоньку тянется экран, картинка перестраивается, она остается достаточно читабельной и как на большом виде, так и на маленьком. Все, увеличивается размер экрана, сайт перестраивается, сайт бар уходит, появляется. Вот посмотрим на мобильном устройстве. Для того, чтобы тестировать ваш сайт, не обязательно иметь мобильные телефоны. В гугле, в браузере от гугла появился такой механизм, который дает возможность переключаться, смотреть на каком устройстве, как работает ваш магазин. Он включает режим эмуляции, и вы можете посмотреть, как это будет выглядеть на вашем мобильном устройстве. Там, правда, не все поддерживается, но инструмент достаточно интересный, достаточно неплохо работает. Вот такой адаптивный шаблон. шаблончик. Ну, давайте будем идти дальше. Как же работает вся эта технология? Как я уже сказал, мы используем универсальный фреймворк для верстки Bootstrap 3-й версии. Он встроен теперь в продукт, вы можете его вызывать, подключать из продукта. Это высокая скорость производства до типных сайтов, изначально готовность к мобильным планшетным устройствам, самое главное, поддержка тач-устройств. То есть, если на большом дископе вы работаете мышкой, то на маленьких устройствах это обычно тач-интерфейс, вы работаете пальцем. Кроме этого, мы сделали оптимизацию и сжатие объединения GSS и CSS. GSS и CSS нас очень давно просили, чтобы GSS и CSS можно было сжимать. В продукте они теперь в минифицированном виде поставляются, что дает возможность на 160% сократить и уменьшить размер страницы. Вы можете перемещать вниз страницы одной галочкой все JavaScript. То есть, мы автоматически все JavaScript переносим вниз страницы. Это одно из нареканий требований Google. Мы это теперь этим требованием отражаем. В то же время мы в автоматическом режиме еще и оптимизируем изображение. То есть, мы, насколько разработчики, мы вот на своем сайте начали когда это смотреть, на Bittrex, блин, размер баннера, который мы использовали, 2,4 мегабайта. То есть, никто не озаботился о оптимизации этого баннера. Включили режим оптимизации через ускорение сайта 2.0 и данный баннер автоматически упал в размере на 1,5%. То есть, в 1,5 вернее раза. Он стал занимать 1,9 мегабайта. Это все происходит через ускорение сайта. Это облачный сервис, который автоматически мы предоставляем бесплатно. Мы автоматически сжимаем через этот сервис JS и CSS файлы. Автоматически сжимаем картинки. Ну и, естественно, поддерживаем SSAL. Что же нужно сделать для прохождения теста от Google? Это нужно сделать адаптивную верстку мобильной версии сайта. Либо мобильную, либо адаптивную верстку. Мы приглашали представителя Google на презентацию, и он заявлял, что им не нравится, когда мы делаем, вернее, клиенты делают мобильную версию отдельную, лучше делать адаптивную верстку. То есть, они предпочитают, чтобы сайт лучше делал адаптивную верстку. Но мы можем делать на всякий случай все-таки? Вы можете делать и те, и те, но Google советует все-таки делать одну, чтобы данные были одинаковые. Появилась в продукте возможность объединять и сжимать JS и CSS. Включается ускорение сайта 2.0, там сжимаются JS и CSS, которые не входят в продукт, это ваши JS и CSS. И также оптимизируются в автоматическом режиме картинки. Одной галочкой вы можете перенести JS вниз страницы. И все, вот вы видите, что мы запустили тест. Тест пройден, Google все нравится, все хорошо, сайт прошел по всем требованиям от Google. Соответственно, вот этот график, который мы показывали, ужасный, что упало. Через некоторое время тот сайт все-таки вернем в нормальный и посмотрим, вернется ли график. Какие же шаги вы можете сделать для увеличения вашей конверсии? Как же повысить эту конверсию? Что необходимо? Это удобный и понятный сайт. Это адаптивный дизайн. Мотивация к совершению заказа или покупки. Это наш Big Data или еще что-то. Грамотная настройка, контекстная реклама. Персонализация интернет-магазина. Высокая скорость работы и загрузки этих страниц. Мониторинг конверсии и уникальный полезный контент. Что же... Да, предоставляем это в продукте. ...инструменты. Ну, конечно же, это как Big Data, автобюджет, обэк-тестирование, о которых мы уже говорили, ну и другие, которые также мы озвучивали. То есть мы в продукте пытаемся сделать так, чтобы вы легко и просто могли это сделать. Да, ну вот если мы вот поговорили о конверсии, о путях улучшения ее и вот о том, что для того, чтобы улучшить конверсию, необходимо произвести какие-то действия, в частности, на вашем сайте, в частности, с вашим шаблоном. Ну, как быть, допустим, да? Давай сначала вообще разберемся, что это такое. Вот я, например, не понимаю, что это такое. Ты мне расскажешь, я потом попробую это сделать. Ну, хорошо, что такое обэк-тестирование. Ну, допустим, давайте, коллеги, у нас сейчас будет небольшой вопросик. Какой автомобиль вам нравится? Какой автомобиль лучше? Поставьте, пожалуйста, вот мне вот вкладку questions. А или B. Мы проводили этот вопросик, экспериментик на нашей... А я можно поучаствовать тоже? Можно. Мне вот А больше нравится. Правильно. Большая часть, естественно, пошла А, А, а Б, вот у Константина. Константин, я сразу понимаю, что вы занимаетесь бизнесом. Так, я не понял. Большая часть... Чего не оскорбляешь? Большая часть А. Но мы, в общем-то, немножечко не уточнили. Для чего вам вообще был такой нужен этот автомобиль? Юр, тебе для чего был нужен автомобиль? Ну, доехать до работы. Доехать до работы. А у нас была немножечко другая, немножечко другая была потребность. Нам необходимо было везти наших сотрудников в удаленный офис. И поэтому наш автомобиль А, ну, нам вообще совершенно не подходит для бизнеса. Ну, вот, Владимир, вы просекли фишку, а Юра пока что... Ну, ты же мне А подаришь, да? Чтобы я ездил в офис, но только машинки. Можно не красного цвета. Поздарю. Давай разберем, что же это такое и как это все работает. Давай, разбери. Ух ты, какой хитрый. Ну, хорошо. Что такое АБ-тестирование? АБ-тестирование – это когда мы берем какой-то процент трафика с вашего сайта. Если трафика на сайте очень много, неохота делать тестирование или не хочется рисковать всей аудитории вашего сайта, вы можете указать, какая часть аудитории подтверднется такому как бы тестированию. То есть здесь мы говорим о том, что мы не знаем, как повлияют наши улучшения на ваших клиентов. То есть они станут лучше или хуже. И для того, чтобы, скажем, не отбить все 100% ваших посетителей, то есть у вас было из вашей тысячи приходило к вам 700 потенциальной аудитории, а теперь вдруг вы поменяли баннер и у вас стало приходить из всей аудитории только лишь 100. Для этого есть инструмент А-Б-тестирование. То есть мы берем какую-то аудиторию. Кусочек трафика. Кусочек трафика. Например, мы будем тестировать на 50% вашего полезного трафика. Ну вот хорошо, 10%. Дальше трафик делится на две части. То есть 50% аудитории видят объект А, 50% видят аудитории объект Б. Вот у нас в данном случае это два шаблона. Мы старой аудитории будем показывать, одной аудитории будем показывать одну часть аудитории, 50% части аудитории будем показывать наш старый шаблон, который в текущий момент работает на сайте. АБ-аудитории мы будем показывать другой шаблон. Кстати, вот как раз я меняю шаблончики, я потом заведу АБ-тестирование, посмотрим, как это отразится. А ты это уже делаешь у себя? Ну, шаблон я делаю, но АБ-тестирование еще не запустил. Шаблон еще не доделал. Я на новый шаблон просто хочу перевести свой проект. То есть все, запускаем АБ-тестирование. И что же мы видим? Что конверсия на старом шаблоне 1,2%. Это похоже на мою конверсию. А конверсия на новом шаблоне 2,4%. Ну, будем надеяться, что так и произойдет. В моем случае. То есть конверсия увеличилась, соответственно шаблон B выиграл и имеет смысл этот шаблон теперь показывать всем и этот шаблон применять. Соответственно, теперь, когда вы будете работать со студиями, будете работать с заказами нового шаблона или каких-то изменений, вы можете, как одно из условий, попросить эту студию провести АБ-тестирование. И, соответственно, заплатить за эти изменения только в том случае, если эти изменения будут полезными. Для вас. Действительно. Что же такое АБ-тестирование? Это маркетинговый метод, который используется для оценки и управления конверсией вашего сайта. То есть это такой научный подход к ситуации. Не то, что маркетинговый, эмоциональный. Такое хорошо, плохо, вроде бы нормально, так должно быть. Но у нас еще появляются какие-то научные данные, которые мы собираем с рынка. Да? Если АБ-тестирование это круто, почему же его так делают редко? Юра, почему ты его так делаешь так редко? Скажи, пожалуйста, не я на своем сайте. Потому что это достаточно сложная схема, чтобы сделать АБ-тестирование. Во-первых, вам нужно иметь два шаблона, предположим, чтобы протестировать. Но в данном случае Bitrix вам дарит шаблон новый, то есть он бесплатный, вы можете его протестировать. Но мы говорим не только о двух шаблонах, но, например, и о двух страницах заказа. Подождите, не будем торопиться. Давай разберем на шаблонах хотя бы. Не будем торопиться, что АБ-тестирование можно везде проводить. У нас есть два шаблона. Окей, нам дали бесплатный этот шаблон. Теперь мы выбираем какой-то сервис, который предоставляет это АБ-тестирование. Вам нужно настроить, чтобы эти два шаблона показывались. Настройка достаточно сложная. Вам нужно указать, как подсовывать этот шаблон второй аудитории, расставить какие-то счетчики, которые будут снимать показатели, передавать эту информацию в сторонний сервис. То есть вам нужно программировать, вам нужно очень хорошо разбираться, как это все сделать. Это сделать очень тяжело, очень сложно. Поэтому АБ-тестирование почти никто не применяет. Применяют только самые крупные компании, которые имеют специальный штат, специальный персонал, который может запустить такое АБ-тестирование. Нам не нравилась такая как бы возможность, не возможность, а не нравится такое положение вещей. И мы решили сделать АБ-тестирование за пять минут внутри нашего продукта. То есть наша цель была сделать его как можно проще, без всякого программирования, без всякого какого-то сложного процесса, чтобы любой маркетолог, приобретя новый шаблон или приобретя что-то новое, смог быстро запустить это АБ-тестирование. Возьмем за основу, сможем ли мы запустить его за 5 минут, сравним два шаблона интернет-магазина. У нас есть старый шаблон А, который мы предоставляли до этого, и новый шаблон Б, который мы выпускаем достаточно скоро в релиз, так скажем. Запускается АБ-тест, вот я вошел в инструмент в маркетинге АБ-тестирование, выбираю аудиторию, выбираю сколько будет длиться тест, выбираю сколько отдаю я трафика, в данном случае я беру 10%, и выбираю тестирование шаблонов сайта. Вот выбираю шаблон сайта, который был в 2012 году, он будет у нас шаблоном А, а для шаблона Б я выбираю новый шаблон 2015 года, который я смогу увидеть на нашем сайте. Все, тест создан и запущен. То есть вот так вот легко и просто я смогу запустить АБ-тестирование. То есть вы идете к вашим поставщикам решений, которые вам что-то поставляют, к нашим партнерам, вы говорите, я хочу заказать новый шаблон сайта, они его делают, данный шаблон загружается в специальную директорию на сайте, вам не обязательно в этом разбираться, а дальше вы его просто выбираете и запускаете. После того, как АБ-тест запущен, вы вот на такой вот страничке, как сейчас показывает, можете увидеть показатели данного шаблона, вы можете увидеть, насколько отличаются эти показатели. Эти показатели делятся в зависимости от цели, которую вы преследуете. В данном случае цель была – это заказы. И мы вот видим в виде воронки, что столько было добавлено в корзину, столько было оформлено заказов и столько было куплено товаров на вашем сайте. Соответственно, вы видите процент конверсии и вы видите, что ВА – это процент 1,2 в данном случае для купленного, а для ВА – это 2,4%, покупателей больше сконвертировалось в продажи. Соответственно, данный новый шаблон лучше и вы можете его использовать для своего интернет-магазина. По сложившейся традиции, мы отслеживаем, вот, кстати, в Бигдате, мы видим, что наши шаблоны используют прямо в неизменном виде достаточно большой процент людей. То есть, прямо запускается магазин на нашем шаблоне, они там ничего не меняют, полностью в неизменном виде запускают магазин и начинают торговать. То есть, быстрый запуск, тестирование. Но вот как раз ты говорил, что, а можно же протестировать не только шаблон, вот и расскажи, какие сценарии мы делаем. Да, совершенно верно. Ну, вот один из главных, который Юра уже озвучил, это новый дизайн, он такой самый сильный, да, наверное, самый сильный, самый весомый, весомый, заметный элемент вашего сайта. Но дальше можно протестировать только лишь изменение главной страницы, потому что это тоже очень полезно. Я, кстати, проводил вот эксперимент на главной странице, интересный такой эксперимент. У меня клиенты начали жаловаться, что моя главная страница не меняется, а у меня там сортировка стояла по просмотрам. И, соответственно, заняли товары, главную страницу, те, которые больше всего просматривают. Эти товары не менялись, потому что они были самые покупаемые, самые красивые, самые интересные. И клиенты постоянно их смотрели. Соответственно, эти товары закрепились надолго на главной странице. И у меня начала падать конверсия, клиенты начали жаловаться, типа, у магазина какие-то проблемы, что-то ничего не меняется в этом магазине. Я начал интересоваться, что же такое происходит. Запустил АБ-тестирование, и АБ-тестирование сводилось к тому, что я тестировал главную страницу. Я в А оставил такую же сортировку, а в Б сделал сортировку не по просмотрам, а по новому поступлению. То есть, новые товары просто поменял сортировку. То есть, это вообще примитивная, элементарная вещь, которую может сделать вообще даже не разработчик, а простой человек. И запустил АБ-тестирование. И конверсия в Б очень сильно выросла. То есть, по факту, я уже не помню, там на 0,4 что ли процента, или на 0,5. Я не помню, процент небольшой, но мы видели в демонстрации, что увеличение на 0,1 добавляет нормальную сумму денег. Соответственно, вот такими мелкими тестированиями, мелкими шажками вы можете посмотреть, что же не так в вашем магазине, и есть ли какой-то прирост после ваших изменений. Тем самым вы можете увеличивать эту конверсию. Давайте еще продолжим, какие у нас шажки еще мелкие есть. В частности, для интернет-магазина эти значимые шажки – это страница оформления заказа, детальная карточка товара, корзины, опять-таки, главная страница, ну или какая-либо произвольная выбранная страница, например, с предложением, со спецпредложением. Да, то есть, вы можете даже тестировать не обязательно какие-то страницы сайта динамические. Вы можете тестировать и статику. Вы на какой-то статической странице собрали лендинг, запустили его, два лендинга, разделили трафик и смотрите, какая страница лучше. Поместили баннер и так далее. Поместили баннер, отслеживать этот баннер. Еще раз пробежимся по инструменту. Данный инструмент находится в разделе маркетинга. Называется он АБ-тестирование. Вот эти предустановленные инструменты в списке. Запускайте, выбирайте один инструмент. Можете отредактировать наши, можете создать новые. Очень все просто. Пишите название, выбираете длительность теста, сколько трафика вы выделяете для АБ-тестирования. И запускаете тест. Потом на воронке отслеживаете показатели. Показатели могут быть как для интернет-магазина, так и для баннеров и так далее. То есть эти показатели можно добавлять, свои собственные. Но тут уже нужен разработчик. Обобщая это. Мы сделали АБ-тестирование в продукте, которое дает возможность запустить его простому сотруднику в течение 5 минут. Встроено в продукт, не требует дополнительных технических настроек. Очень простое. Поддерживаются 6 сценариев из коробки. Полная аналитика для этих сценариев. Сделайте свой интернет-магазин самым продающим. Мы хотели провести тестик. Мы проводили его на прошлом вебинаре. Но Юр, я предлагаю тебе сейчас все-таки его пропустить. Потому что у нас сейчас уже скоро будет, прямо сейчас. С нами будет Светлана Русова. Это наш гость, руководитель учебного центра Бестранки. Технический директор группы компаний Спайра. Она нам расскажет про выстраивание воронки продаж в интернет-магазине. Сейчас я ее включу. Так, Света Русова. Сейчас мы вас сделаем презентером. Окей. Света, слышите ли вы нас? Если вы нас слышите, то поговорите с нами. Добрый день. Да, я вас слышу. Да, Свет, пожалуйста, включите ваш десктоп. Отлично. Мы давай отключим наше видео и наш микрофон. Свет, ну, началась ваша содержательная часть. Свет, еще раз. Значит, началась ваша содержательная часть. Как только вы закончите, вы нам дайте знать. Если будут какие-то вопросы, мы вам их продиктуем. Хорошо, да, договорились. Спасибо. Сейчас я переключаю на презентацию. Коллеги, чтобы мне понимать, да, видно, слышно всем плюсиками, да, как обычно, покидайте, пожалуйста, что все видно, все слышно. И поговорим уже далее более конкретно о воронке продажи для интернет-магазина. Я, в общем-то, не буду останавливаться на тех инструментах, про которые уже рассказали, да, и скажу только то, что у нас появилось, появляется, может быть, даже не столько новое, а скорее вот просто важные этапы, которые еще хотелось бы озвучить. Итак, когда мы говорим про этапы воронки для интернет-магазина, условно говоря, можно выделить четыре больших этапа. Первый, самый дорогой и самый сложный для магазина, это привлечение и, собственно, удержание клиента, да, имеется в виду удержание его первичного интереса. Дальше у нас идет этап тоже удержания, но идет речь уже о том, когда клиент начал какое-то взаимодействие с нашим магазином, то есть не то, что он только первый раз зашел на страницу и сразу же там ушел, да, вот это мы говорим как раз об удержании, когда он зашел, походил по сайту, посмотрел какие-то товары, но почему-то там до конца заказ не оформил. Следующий блок у нас идет, это блок заказа, да, когда покупатель положил товар в корзину, это заканчивается вот этап вторичного удержания, и переходим к этапу заказа, то есть когда подключается наш бэк-офис магазина, что здесь важно? Не потерять этот заказ, да, то есть вот мы его получили от клиента и должны дать ему возможность этот заказ оплатить и получить, соответственно. И самое ценное для нас, да, это повторные заказы. Вообще любая воронка выглядит, кажется, что вот так все просто, если уже человек сюда попал, то так или иначе, там может быть это будет долго по времени, но он все-таки скатится вниз к нашим самым последним этапам. Но на самом деле, да, ничего подобного, если вот так смотреть, то правильная воронка продаж, мне кажется, выглядит все-таки вот так, то есть в перевернутом виде. Мы как бы колпачком накрываем какую-то часть рынка, а дальше покупатель должен каким-то образом дотянуться до самого верха. И наша задача помочь ему доползти до этого верха, потому что время, ну и законы гравитации, нежелание покупателями что-то делать, в общем-то, играют против нас. Получается, что даже поймав его вот в эту свою воронку, в свой колпачок, мы его пытаемся только дотянуть до верха. Конечно, если у покупателя там мотивация огромная и товар такой предоставляет только наш магазин, то проблем не возникает, он сам докарабкается, даже если мы ему мешать по пути будем. А если мы какими-то особо уникальными товарами не обладаем, и у нас есть конкуренты, то тогда это наша задача, задача магазина, вытащить покупателя до последнего шага. А я еще раз напомню, и очень часто, когда встречаемся с представителями интернет-магазинов, спрашиваем, какая у вас воронка продаж. И все воронки продаж считают вот только вот эту последнюю стадию. Да, уже заказ начинает оформляться, то есть с момента того, как товар добавлен в корзину, и до момента заказа. То есть еще в заказе выделяют воронки, там договорились по оплате, не договорились, а все остальное уже как бы... Это вот этот, да, когда мы привлекаем просто клиентов. И самый ценный для нас, когда клиенты уже и чаще всего лояльны к нашему магазину, и как раз готовы рекомендовать нас другим, да, это уже повторные заказы. Кстати, есть такая статистика, что как только человек сделал 4 заказа в каком-то интернет-магазине, да, либо 4 раза воспользовался услугами одной и той же компании, он к ней уже прикипает, и возникает что-то вроде привычки, когда ему уже тяжело просто переключиться на другой бренд. Поэтому ваша задача, да, вы понимаете из этого, повторные заказы, как минимум до 4 заказов своего клиента, обязательно довести. Теперь поговорим про те инструменты, которые нам предоставляет система 1SBITREX для того, чтобы мы могли работать с клиентами на каждом из этапов. Итак, первый этап – это привлечение. Показывали, да, красивый блок, как мы можем использовать SEO, и какие инструменты... Давайте я переключусь на сайт, чтобы это было более наглядно. Итак, у нас есть блок по настройкам SEO. Что здесь ценного? Что очень часто спрашивают наши заказчики, да, что очень востребовано. Смотрите, помимо тех инструментов, которые уже видели, есть возможность настроить робот с TXT. Часто мы подаем магазин, да, ну, когда клиенты подают магазин, например, в систему Яндекс, и возникает вопрос о том, что какой-то раздел надо закрыть, какой-то наоборот открыть, что-то там не так было настроено. Очень удобный инструмент по настройкам файла робот с TXT. В этом файле пишутся инструкции для поисковиков, какие разделы вашего сайта вы хотите, чтобы они проиндексировали. Особенно много вопросов возникает у магазинов, которые работают, например, с оптовиками, и есть какие-то закрытые разделы. И важно, чтобы информация из закрытых разделов не попадала. Ну, вот тогда в помощь очень нам нужен, да, вот этот файл робот с TXT. Дальше мы здесь можем посмотреть информацию отдельно по поисковым системам. Так, сейчас мы развернем. Ну, немножко подтормаживает у меня тоже сегодня система, но сейчас очнется. Значит, то есть мы можем посмотреть информацию по поисковикам, настроить взаимодействие с кабинетами, так же, как показывали пример для Яндекс.Директ, да, то же самое можно делать для поисковиков. То есть мы будем видеть основную информацию прямо в своем аккаунте, прямо на своем сайте. Основную информацию из аккаунта Яндекса либо Гугла. И здесь же мы можем настроить сайтмэп. Сайтмэп – это карта сайта в специальном формате для поисковиков, то есть чтобы поисковик на нашем сайте не заблудился. И здесь, что очень важно, эта карта, если мы ее делаем отсюда и настраиваем, она будет обновляться автоматически. То есть, например, при создании новых разделов у нас перестроится этот файлик, и поисковики всегда будут в курсе свежей версии сайта. Это в дополнение, да, очень важно к тому, что вот Юрий рассказывал, что дата модификации, чтобы поисковики не бегали зря по тем страницам, которые они уже индексировали в прошлый раз. Плюс еще вот такая карта сайта, которую мы заранее загружаем в кабинете Яндекс.Вебмастер либо Гугл.Вебмастер. И поисковик даже, ну, сразу он не перебирает все адреса, а он точно знает структуру нашего сайта. Вот, это важный момент. Да, следующий блок – это, конечно, контекстная реклама. Не буду сейчас на ней подробно останавливаться. Здесь действительно очень красиво, очень удобно это все выглядит в админке. Если авторизоваться на Яндексе, с тем логином, который у вас отвечает за Яндекс.Директ, который подключен к системе Яндекс.Директ, то вы здесь видите все свои рекламные кампании. И кроме того, в карточке каждого отдельного товара, ну, то, что уже и обсуждали, и показывали, мы можем еще устанавливать особые настройки для работы с Директом. И то, что начали немножко обсуждать, то, чего нет в, пока, наверное, нет в административном интерфейсе один из Битрикс, ну, где мы еще привлекаем клиентов, это, конечно, социальные сети. Да, и я хочу просто показать, если мы говорим, например, про рекламу через социальную сеть ВКонтакте, есть очень удобный сервис, да, можно ознакомиться на досуге. Для чего этот сервис? Сервис позволяет собрать аудиторию, который может быть интересен в ваш сайт. В чем смысл? Вы указываете, например, что вам находите группу ВКонтакте, да, которая интересуется, там, группа конкурентов, например, которые интересуются явно вашими товарами. Дальше вы можете получить при помощи этого сервиса идентификаторы, айдишники всех пользователей, то есть странички тех пользователей, которые входят в эту группу. И дальше, сопоставляя между собой различные группы, вы можете делать очень точно настроенную рекламу, выявлять интересные закономерности и тем самым повышать просто эффективность своих рекламных объявлений. Для чего это нужно? Мы все знаем, что на каждом, в каждом магазине всегда есть разные аудитории покупателей. У меня, например, есть интернет-магазин, и мы продаем краски для одежды, и у нас есть несколько интересных, очень отличающихся между собой сегментов. Это мамы, у которых дети растут, да, там, передавая одежду от старшего к младшему, она там немножко теряет цвет, выглядит уже не такой новой, ну и плюс, чтобы младшему было не так обидно. Можно покрасить одежду краской, и, соответственно, младший вроде как ходит уже немножко в обновленной версии. Отдельная аудитория, которая реагирует на свои баннеры, реагирует на свои слова в рекламных объявлениях, и, соответственно, мы должны для нее рекламу настраивать не так, как для других. Другая наша аудитория – это военные. У них форма, которая линяет, к сожалению, им не всегда везется с формой, то есть есть некоторые комплекты, которые очень линяют, и тогда они заказывают тоже краску для того, чтобы можно было, соответственно, получить, да, восстановить цвет. Опять-таки, другая аудитория, другие призывы, другие обращения, по-другому у нас делаем баннеры и все остальное. Вот при помощи сервиса Церебра мы очень легко аудиторию ВКонтакте можем разделить вот по этим интересам и дать им такую прям персонализированную, персонально настроенную, да, плюс к персонализации данных, которые есть в Битриксе, вот такую еще настройку мы можем использовать внешнюю при помощи дополнительного сервиса. Что здесь ценно, что здесь еще тоже очень удобно. Конверсия, опять-таки, повышается, да, если мы даем на всю аудиторию ВКонтакте одну и ту же рекламную кампанию, то, конечно, конверсия будет гораздо ниже. Если мы делим аудитории по сегментам, то мы получаем гораздо более высокие результаты. Это когда мы говорим про привлечение, и я думаю, что все понимаете, что именно на этом шаге мы тратим больше всего денег, да, то есть чтобы завлечь клиента в нашу воронку, в нашу систему, мы тратим максимальное количество денег, поэтому здесь чем лучше настроены наши инструменты, чем они эффективнее, тем, собственно, прибыль нашего магазина вырастает прямо заметно и существенно. Теперь следующий блок, да, привлекли клиента в магазин, и следующий блок – это способы удержания клиента. Что мы здесь можем делать? На любом сайте, ну, на большинстве сайтов у нас так или иначе появляются какие-то формы подписки. Да, сейчас мы перезагрузимся. Появляются у нас формы подписки, когда мы можем подписаться на новости компании, и нам начинают что-то присылать на почту. Это прям все бы замечательно, но, как правило, клиенты подписываться на это не рвутся, и, как уже обсуждали, да, даже там шуточные рассылки, особенно у владельцев магазинов, вызывают уже такое стойкое отторжение, потому что, ну, мы испорченная аудитория, уже столько информации и всяких различных подписок и рассылок, сколько есть у айтишников и владельцев, ну, у тех, кто работает через интернет, это прям несравнимо ни с какой другой аудиторией. Поэтому не ориентируйтесь, вот мой призыв, да, то, что уже обсуждали, не ориентируйтесь здесь на ваши вкусы. Мы не целевая аудитория сами, как правило, для своих проектов. Даже если целевая, то очень сильно испорченная. Поэтому формы подписки продолжают работать. Хорошо работают формы подписки с какими-то призывами к действию. То есть и с понятной выгодой за то, что человек сейчас подпишется. Часто спрашивают, как рассчитать размер вот этой выгоды, размер вознаграждения, вообще что можно пообещать, что есть смысл обещать. И очень много по интернету ходит различных рекомендаций, что пообещайте, дайте человеку какой-то бесплатный продукт, он его, там, чтобы получить, оставит вам свой имейл, а дальше вы его начнете этими имейлами своими дотрагиваться, касаться, и он в итоге к вам вернется, и там на пятом-седьмом письме что-то у вас купит. Это в идеальном мере, и лет так 5-6 назад это еще работало. Сейчас работает немножко, работает, но по-другому. Во-первых, бесплатный продукт, этим уже практически никого не удивишь. Как только появляется у кого-то в магазине на сайте бесплатный продукт, буквально там, если это действительно что-то стоящее, через месяц-другой этот же продукт начинают предлагать еще кто-нибудь, либо он просто оказывается выложен каким-нибудь добрым человеком, и легко ищется при помощи поисковиков. В том же Google ищите, и прекрасно все эти файлы, PDF-ки и так далее находятся. Это первое. Если вы что-то предлагаете на своем сайте, то рекомендуется, конечно, предлагать что-то такое, чтобы вашим посетителям было интересно. Как вычислять, чтобы и им было интересно, и вам было не обидно? Итак, мы знаем, что у нас, например, конвертация одного посетителя в покупателя стоит, допустим, 500 рублей. И при этом мы знаем, что при проведении рекламной кампании мы потратили на то, чтобы привезти этого человека на наш сайт, на него, допустим, потратили 100 рублей. У нас еще остается 200 рублей, которые мы можем себе позволить потратить на него за то, чтобы он у нас оформил какой-то заказ. Мы ему предлагаем, да, там, при первом же заказе, вот вы сейчас оставляете свой имейл, как только вы вдруг решите что-то заказать, мы вам там 100 рублей, либо 200 рублей скидки дадим. На многих это работает, это работает достаточно хорошо, но опять-таки сумма должна быть ощутима в размерах вашего среднего чека. То есть ориентируйтесь на то, что это должно быть от 5, там, ну, до 15. Конечно, если можете больше 15, все только рады будут, да, ваши покупатели. Но, в принципе, от 5 до 15% от вашего среднего чека вот эту сумму есть смысл предлагать клиентам. Видела примеры, интернет-магазин, брендовая одежда, одежда в среднем от 60 тысяч, да, вот так вот только начинаются цены. Средний чек, я думаю, что у них, ну, около сотни, как минимум, должен быть, если там заказы, да, кто-то оформляет, ну, там, буду его еще приводить, в пример этот магазин, там другая с ним сложность была. И у владельцев была идея, что мы сейчас соберем имейлы покупателей, они предлагали скидку 100 рублей. Ну, 100 рублей при чеке 1000, 100 тысяч, ну, не смешно, да, это скорее вот создает негативное впечатление о магазине, вот, поэтому смотрите, да, то есть если вы предлагаете такую скидку, то предлагайте ее как-то так, чтобы это было заметно и ощутимо для покупателя. Ну, конечно, с учетом вот этих вот стадий, да, что если мы здесь там сотню потратили, у нас еще там сколько-то денег остается, сколько мы еще можем потратить на этот лид, чтобы довести его до покупки. Итак, следующим шагом, да, что еще мы можем использовать для удержания? Это, конечно, вступление в какие-то группы в наших социальных сетях. Вот на это люди сейчас идут гораздо охотнее, особенно если вот как здесь, да, я вижу, мы в соцсетях, один из Битрикс, и тут еще 118 моих друзей. Конечно, я пойду туда, где ходят все мои друзья, и тем более, при том, что мне самой эта тематика интересна, если она мне не интересна, я бы не оказалась, да, на таком тематическом сайте. То есть, конечно, я охотно кликну, что мне нравится. Не всегда и не очень охотно люди делятся контентом, потому что тут связано со статусом, конечно, того, кто должен поделиться с контентом, с возрастом и с другими особенностями поведения. То есть там чем моложе аудитория, тем легче они раскидывают статусы с вашего проекта, да, по своим сеткам, по своим стенкам в различных соцсетях. Чем старше и чем выше по положению аудитория, тем люди больше думают о том, какое впечатление они производят, осторожнее относятся к каким-то репостам и пересылкам. Но тем не менее, это еще один инструмент удержания клиента на сайте. Даже не совсем на сайте, да, мы его переводим вроде как в другую сферу, мы его переводим в социальную сетку, но тем не менее он остается с нами, то есть он будет видеть какие-то наши новости, какую-то нашу информацию. Что у нас еще есть? То есть мы получили каким-то образом контакт клиента, и дальше наша задача настроить для него систему касаний. Какая у нас, что может быть, какая система касаний, что мы обычно делаем? Мы отправляем, как правило, начинаем отправлять письма. И здесь тоже куча рекламы, куча информационных каких-то рассылок, которые рассказывают, как делать эти касания, как делать рассылки для клиентов. Опять-таки, поскольку сейчас это доступно бесплатно, да, вы понимаете, что когда-то люди за это платили деньги, то есть когда-то это работало, поскольку сейчас это выкладывается в бесплатном, в открытом доступе, это уже не работает так хорошо. Даже само правило, вот это про 5-7 касаний до клиента, прежде чем он оформит покупку, прежде чем дойдет до денег. Сейчас касаний в среднем по статистике нужно уже 7-9, а последние где-то вот полгода, когда мы все активно говорим про кризис, количество касаний увеличилось еще больше. То есть если смотреть статистику, пока не очень подтверждено, возможно тут сезонность, еще что-то, но 8-10 касаний сейчас уже должно произойти, прежде чем клиент доходит, собственно, до принятия решения. То есть решения принимаются дольше, и наша задача, чтобы в тот момент, когда человек будет готов принять решение, мы были где-то рядом, да, мы про себя напомнили. Частый вопрос, что же делать в этих касаниях, про что рассказывать. И здесь очень интересно, и, собственно, как еще мы можем касаться, помимо, когда мы получили, ну, помимо двух первых способов, да, по e-mail, либо через социальные сети. Значит, на первый вопрос, как касаться, что мы туда пишем, что мы делаем. Самый простой вариант – это закрываем основные возражения. Самым первым письмом, то есть, например, если мы говорим про рассылку, мы отправляем что-то с максимальной информацией о клиенте, да, и плюс информация о том, чем ему это может быть выгодно, да, то есть свое УТП как можно более персонализированное. Отправляем клиенту, и это он читает. Процент возвратов на сайт тут не очень большой, как правило, но в голове это остается, то есть люди это запоминают. Вот это первое касание. Дальше мы начинаем закрывать основные возражения. Примерно со второго по пятое, пятое-шеестое даже касание мы закрываем возражения. То есть можно каждое отдельное письмо прямо посвятить работе с возражениями. Вы все знаете, да, какие возражения вам приводят, о чем вам говорят клиенты, какие вопросы они вам задают, прежде чем оформить покупку. Вот по каждому этому вопросу отправьте отдельное письмо и объясните, почему, то есть закройте это возражение, поработайте с ним. И дальше у нас идут уже последние этапы, ну, что называется, дожим, когда мы начинаем просто рассказывать клиентам либо о выгодах приобретения этого товара, либо мы можем там, если нам позволяет, да, собственно, есть такая возможность, есть ресурс, то есть как-то ограничить, ну, например, сказать, что там у нас осталось всего там пять мест, у нас осталось, допустим, этого товара там всего три штуки и две из них в резерве, то есть чтобы люди чувствовали, что либо сейчас, либо никогда. И тогда те, кто, в принципе, были готовы совершить эту покупку, ее совершают. Ну, тут нужно понимать, да, что это действительно должен быть ограниченный ресурс, если у вас там магазин, вот как здесь пример, да, магазин с футболками, я буду говорить, что у меня это последняя футболка красная, ну, никого я сильно этим не напугаю, не это так другая, ничего особо уникального и оригинального в каком-то таком типовом товаре у нас, конечно, нет. Поэтому здесь мы скорее, если у нас типовые товары, ориентируемся на то, что вот сейчас у нас акция, сейчас у нас будет бесплатная доставка, сейчас у нас будет еще что-нибудь, то есть какие-то способы для того, чтобы все-таки клиент вернулся на наш сайт и оформил заказ. И здесь, это когда мы говорим про имейлы, да, и здесь, конечно, вот триггерные рассылки, про которые так здорово рассказывали, это то, что нам очень поможет. Эти триггерные рассылки мы можем настраивать, ну, видели примерно, да, что масса возможностей, как это может быть, и можно, и очень важно создавать какие-то свои триггеры и делить их как можно более персонально. То есть там положили в корзину, просто оформили подписку, давно не заходили на сайт, были там на какой-то странице. На важные такие события мы делаем свои рассылки. Есть несколько, прямо у меня была где-то подборка статей о том, в каких случаях, по каким событиям, да, можно настраивать уведомления, показывать там какие-то всплывающие окна. То есть в какие моменты, на какие триггеры лучше реагировать и систем, так, чтобы наша система именно продажи в интернет-магазине работала наиболее эффективно. И, перескочил вот сюда. И последний способ, когда мы говорим о том, что у нас, ну, не последний, конечно, последний, про который я сегодня расскажу, про работу с клиентами, когда мы хотим его вернуть, это ретаргетинг. Я думаю, что вы с этим все сталкивались, может быть, не все знают, как это называется, как показывает практика, да, иногда возникают вопросы, что это такое. Когда вы были на каком-нибудь сайте, а потом ходите где-нибудь ВКонтакте или сидите в Фейсбуке, и у вас в рекламе, ну, прям везде вот этот сайт, да, и на какой сайт не пойдете, везде его баннер, а еще иногда бывает показывать, что же я там в корзине оставила. У меня был такой пример, какой-то интернет-магазин клиентский, я сформировала тестовый заказ, и он меня потом прям преследовал по всем соцсетям, то есть он мне везде показывал, что я там в корзине у них оставила какие-то строительные инструменты. Да, поэтому мы смотрим, это, конечно, очень важно, это очень напоминает клиентам о заказе, но здесь возникает еще один момент, когда у нас получается, что мы не просто добавляем информацию в корзину, мы еще и добавляем, например, в этой же рекламе, да, в ретаргетинге мы можем использовать всю ту же работу с закрыванием возражений. То есть то, что мы не можем отправить письмом, мы можем показать баннером, и если даже у нас нет имейла клиента, мы все равно можем, зная, что у нас вы забыли что-то в корзине, мы можем предложить ему скидку, мы можем закрыть его опасения, думать, у нас дорогая доставка, нет, доставка у нас именно сейчас недорогая, то есть какие-то вот такие свои предложения, настроенные прямо персонально на данного пользователя, мы можем ему показывать. И следующая цель, да, когда у нас был сформирован заказ, покупатель переходит на следующий уровень нашей пирамиды, воронки продаж, и следующее наше действие, это, собственно, выполнение заказа. Тут несколько важных моментов. Основное правило для покупателя, все должно быть понятно и максимально прозрачно. Если мы говорим про работу именно бэк-офиса, интернет-магазина, в Битриксе это уже очень давно реализовано, но, как показывает практика, не все не всегда знают. Если мы говорим, например, про что влияет на принятие решения, в первую очередь это удобство доставки и удобство оплаты. Это до сих пор основные ключевые моменты, которые у нас определяют, в каком интернет-магазине мы будем делать заказ. Если мы говорим про службы доставки, большое количество существует в Битриксе по умолчанию, еще больше можно подключить при помощи модулей Marketplace. Если вы работаете с чем-то таким очень экзотическим, чего до сих пор нет, либо напрямую в Битриксе, либо в Marketplace, то договариваетесь с той компанией, с WebStudio, и, в принципе, практически любой способ доставки можно подключить к системе, чтобы у вас это работало. То же самое с платежными системами. Все самые популярные платежные системы уже существуют, но при этом можно добавить еще достаточно много платежных систем, либо штатными средствами, либо при помощи какой-то доработки, и вы сможете этим спокойно пользоваться. Если есть система платежная, если есть она сразу в Битриксе, то вы можете ее просто настроить самостоятельно. Если ее нет, вы хотите использовать какую-то новую систему, либо подключаетесь напрямую, например, к банку, то это требуется доработка. Но опять-таки, еще раз повторю, это все возможно, потому что это очень частый вопрос, что можно подключить, какие платежные системы. Практически любые. Ну вот за 9 лет работы у меня, по-моему, не было еще ни разу, чтобы мы не смогли что-то подключить. Вопрос, насколько долго и сложно, да, да, бывает, что нужно повозиться, но такого, чтобы вот прям вот совсем никак, так не бывает. Вот, соответственно, службы доставки, платежные системы, настраиваете те, которые нужны вашему бизнесу, те, которые важны для ваших покупателей. И то, о чем часто на запуске, на момент запуска магазина не все задумываются, это статусы заказа. Для клиента важно быть в курсе того, что происходит в магазине, и статусы заказа – это возможность автоматизировать работу магазина, как его бэк-офиса, да, когда у вас один человек принял заказ, он отзвонился клиенту, все проверено, и он перевел заказ в статус, что, допустим, все в порядке, да, можно там отгружать, либо перевел в статус «Ожидаем оплату», после поступления оплаты заказ автоматический перешел опять в статус, все в порядке, можем отгружать, и так далее. То есть и для клиента удобно, он в курсе, что происходит с его заказом. И, конечно, для владельца магазина это тоже очень удобно, чтобы понимать, что происходит с заказом. И вот на этом шаге у нас самые большие потери, как правило, по клиентам. Даже они, может быть, не настолько большие, если считать нам в общих процентах, но они очень обидные, потому что это вот прям смотришь в обменке, вот же они были бы, могли бы быть живые деньги, да, но, например, из оформленных заказов, из оформленных заказов, да, только половина доходит до шага оплаты и до стадии выполнения. Это всегда обидно, это означает, что у нас что-то не так с организацией процесса продаж в целом в магазине и с организацией работы бэк-офиса. Плохо перезванивают, неудачные скрипты у менеджеров. Нужно все вот это смотреть и тестировать, потому что, ну, проблемы, если у нас на этом шаге, да, они, это как раз то, чтобы поправить, как правило, дешевле всего, да, либо там составить скрипты для менеджеров. Всегда есть кто-то, кто может это сделать, помочь прописать, поговорить, обсудить там ошибки, либо, может быть, пересмотреть там работу со службой доставки, еще что-то. То есть это то, что регулируется нашими внутренними правилами, это и есть основная задача владельца магазина, как предпринимателя. Ну и следующий блок, это уже когда заказ выполнен, и клиент попадает в нашу клиентскую базу. То есть если смотреть по воронке продаж, это вот он попал вот сюда, в последнюю нашу часть, и теперь наша задача, это прям вот самый наш золотой фонд, и мы должны их холить или леять, и, конечно, мы должны им, ну, создать максимально комфортное условие для повторных заказов. У меня есть масса примеров, когда магазины почему-то этого не делают. Ну, очень показательно, да, один и тот же интернет-магазин, который занимается продажей контактных линз. Много раз возникал вопрос о том, что контактные линзы, кто пользуется знанием, да, продукт с очень точным сроком действия. И если, там, допустим, какой-то комплект рассчитан на 6 недель, значит, через 6 недель этому человеку они опять понадобятся. Почему не напоминать? Не напоминают. Очень редко магазины что-то такое делают. Но при этом мы помним, да, что про важность первых 4 заказов. То есть как только заказ в одном и том же месте был сделан 4 раза, человек с трудом переходит в другой интернет-магазин за привычными для него уже покупками. Поэтому очень важно, вот он первый заказ сделал, и мы знаем, сколько времени, ну, в идеале, конечно, знаем, сколько времени живет наш продукт, да, то есть цикл жизни вот этого продукта. Буквально на днях встречались с владельцами интернет-магазина там косметические средства, шампуни, какие-то бальзамы для волос, то есть что-то такое вот именно по уходу за волосами. Там более-менее известно, сколько времени, да, пользуется в среднем человек каким-то там средством. Да, и можно через определенные промежутки времени отправлять ему напоминания. Как это сделать? Как это автоматизировать? Конечно, можно руками, да, кто ж, ручной труд никто не отменял. Как автоматизировать? Те же самые триггерные письма. Есть замечательный модуль в магазине. Есть замечательный модуль email-маркетинг, подтормаживать не буду сейчас показывать, не успеем просто. Email-маркетинг, когда мы прямо через админку интернет-магазина можем отправить, настроить письма, красивые, с информацией по продуктам, и нашему покупателю, который там, не знаю, допустим, три месяца назад сделал заказ на какой-нибудь шампунь, через три месяца приходит напоминалка, где рассказывается, что вот вышла новинка из той же серии, с тем же ароматом, но там что-нибудь еще лучше стало. Не хотите ли оформить повторный заказ? Вероятность того, что такой заказ будет оформлен намного выше, чем если вы просто информацию о том, что у вас новые шампуни, у нас новые товары, запустите через Яндекс.Директ, либо через рекламу ВКонтакте, либо в других социальных сетях, где вы рекламируетесь. Поэтому смотрите, работайте именно с вашей клиентской базой и старайтесь привлекать их внимание. Ну и здесь важно, то, что мы уже обсуждали на других стадиях сделки, на стадии привлечения и удержания, здесь должна быть своя система касаний, когда вы просто напоминаете о себе и создаете у покупателя свой положительный образ. Есть замечательный пример. Одна из компаний, они просто рассылали, по-моему, раз в неделю или два раза в неделю красивое письмо с какой-то открыткой с небольшим пожеланием доброго утра, что-то такое хорошего дня. Да, они это делали в понедельник. И, ну, понимаете, в понедельник обычно, в общем-то, что-то такое действительно теплое от души. С утра хочется увидеть, и это достаточно приятно. И где-то в середине недели, вот, то ли в среду вечером, то ли в четверг утром, что-то из серии, ну, понимаем, все тяжело, да, но выходные близко, там, вот вам в поддержку. И у них прямо вот такая серия в течение года шла, и это создало огромную, невероятную лояльность покупателей к этому бренду, что, конечно, положительно сказалось, да, и на их заказах, и на их стабильности и прибыли. Вот, то есть, очень простые какие-то такие правила, такие недорогие, несложные вещи, но тут важно, чтобы это было действительно сделано хорошо и качественно, потому что там бледное, грустное письмо, да, даже с попыткой там как-то вас порадовать в понедельник, вызывает только раздражение. Поэтому это то, что действительно помогает. Вот, и следующий, следующий этап нашей работы здесь, да, для того, вернее, для того, чтобы вот на этом этапе у нас все хорошо работало, и касание, и ведение по стадиям сделки вот эти, здесь важно, чтобы у нас была сегментация пользователей. Так же, как вот интернет-магазин с красками, про который я сегодня говорила, здесь важно, что если мы говорим, отправляем вот эти повторные письма военным, то как минимум нужно знать, мы общаемся сейчас с самим военным, да, либо с его супругой. Разная тональность, разные аргументы, разные письма, разное оформление. А если мы отправляем письмо для мамы, ребенка, да, у которой там два-три ребенка, и ей нужно там перекрашивать периодически одежду, опять-таки, совсем другие картинки, другие тексты, все по-другому. Это как раз и есть работа с клиентской базой, то, что мы должны делать, должны настраивать, вот как можно более точно, и, ну, я бы сказала, тут важное, вот чем персональнее, в общем, тем лучше, может не очень красиво, да, но здесь вот, чем вот более индивидуально вы сможете настроить свои письма, тем лучше это будет работать. Так, коллеги, наверное, вот основная информация все, готова ответить на ваши вопросы. Свет, на удивление, слушай, вообще информация очень была хорошая, полезная, я прям согласен с тезисом, что... Ну, давай один вопрос разозвучим. Я думаю, что это должно быть очень персонализировано, это прям... Я с этим согласен. Ну, вопросов вот есть у Юры вопрос, давай, Юр. Ну, это не у меня вопрос, есть у наших поисков, слушателей, скажем так. Алексей спрашивает, вернее, утверждает, минут, как сказать, сложности, если вопросы и утверждения. Он говорит, что... Это вопрос к вам, Светлана. Что неэффективные инструменты социальных сетей, что вы транслируете туда какую-то информацию, что-то туда показываете, что-то туда рассказываете, но нет обратного какого-то эффекта или невозможно вот этот эффект отследить, скажем так, нет какой-то вот обратной связи. Вы говорили сегодня как раз о социальных сетях и вопрос состоит, а как узнать, что социальная сеть дала какой-то эффект, то есть посчитать конверсию из этой социальной сети. Да, особенно, Свет, вот мне в рамках этого вопроса, сегодня же с утра была новость, да, про то, что ВКонтакте опять-таки собирается позволять своим пользователям делать витрину, да? Вы видели эту новость? Да, я видела. Смотрите, тут немножко речь идет не о том, что это неэффективно, тут возникает, как всегда, как вот в той рекламе, да, мы не умеем это готовить. Если мы размещаем рекламу, либо что-то размещаем... Не проблема, как это готовить, а как отследить эффективность. Да, вот я не... Ну, сейчас я договорюсь, смотрите, тут получается, что мы когда размещаем что-то в социальной сети, мы не рассчитываем на то, что мы хотим это отследить. То есть все заранее приняли, что это невозможно. Хотя на самом деле мы можем добавить к нашей ссылке какие-то UTM-метки при помощи системы аналитики, отследить это на сайте, что это был переход первично из контакта по такому-то баннеру, по такому-то объявлению. Если мы говорим о том, что мы просто размещаем какую-то информацию в своей группе в соцсетях, если это бесплатная информация, мы отслеживаем, сколько репостов, сколько внимания. То есть это, по сути, касание с нашими потенциальными покупателями, посетителями, и дальше мы все равно можем отследить конверсию. Тут нужно просто индивидуально простраивать под каждую задачу именно вот эту систему, что мы хотим увидеть. Бессмысленно, да, если мы даем просто, что вот сегодня я запущу эту новость и буду надеяться, что как-то это сработает. Не сработает. Но если мы запускаем новость, таргетированную, знаем, что вот мы разместили в эту группу с таким-то заголовком, либо дали ссылку на такую-то посадочную страницу, мы увидим, что у нас из социальных сетей люди переходят на ту страницу, которую мы заложили, значит, работает именно это. Это работает, нужны просто более тонкие инструменты по настройке, почти все это можно настраивать при помощи Яндекс.Метрики, бесплатного инструмента. Если у нас магазин работает, например, на редакции «Малый бизнес», либо можно настраивать на редакции «Бизнес» при помощи событий, реферальных ссылок, это все отслеживается. То есть все, чуть больше потратить времени на настройку. Алексей, да, по-моему, кто спрашивал, поищите информацию, как прописывать UTM-метки. Есть прям целые скрипты, есть инструменты, как пометить свои объявления, тогда вы легко будете видеть конверсию и эффективность по каждому отдельному объявлению, что это вам дает. Ну, Светлана, я бы хотел еще дополнить, это достаточно сложно все-таки UTM-метки расставлять. Самый простой инструмент, который позволяет прям именно «Битрикс» сделать, это сгенерировать купон уникальный, с уникальным названием, который можно будет очень легко потом отследить. Соответственно, вы, сгенерировав этот купон и опубликовав его в социальной сети, вы будете точно уверены, что этот приход произошел именно, или покупка произошла именно в социальной сети. Ну, то есть это… Ну, это если мы говорим вот про разовое, да, купон, ну, любое прямое действие, да, которое придет на сайт, это понятно, что мы увидим, что был переход именно с этой страницы. Про UTM-метки не соглашусь, звучит сложно, вот, но есть действительно простые инструменты, когда там вписываешь по адресу, что название рекламной кампании, там, название объявления, и сразу видна вся эта статистика. Посмотрите просто в Google «Инструменты для UTM-меток». Либо, если интересно, мои контакты видно, я могу прислать эти ссылочки, это действительно есть, сейчас очень удобно. Ну, что же… Такая упрощенная алгоритность. Спасибо, вопросов у нас пока что больше нет. Я думаю, что будем завершать. Мне очень понравилась ваша содержательная часть. Так, давайте мы сейчас… Спасибо. Да, сейчас, секундочку, мы переключимся на нас. Юр, где здесь у тебя? Где здесь у тебя вот это вот самое? Да, мы забираем себе… Делаем нас презентером. Окей, сейчас должен быть виден наш экран. Ну, давайте мы завершим уже наш вебинарчик. Наша традиционная часть. Коллеги, я прошу вас сейчас оценить наш вебинар. Мы собираем эту статистику. Был ли он вам полезен? Узнали вы ли что-то новое от нас, либо от Светланы Русовой? Пожалуйста, поставьте ваши оценки от 0 до 10. Вот такая у нас большая вот шкала. Но она нам важна. Мы именно так оцениваем. Я посмотрю на все оценки, которые вы нам прислали. Мы будем корректировать наш вебинар. И стараться проводить его для вас еще лучше. Традиционно, если у вас есть сайт, если у вас есть идеи, вы можете зайти к нам на сайт и дать нам их. Мы можем улучшиться благодаря вашим идеям. Собственно, мы так и делаем. Вот Юра со своими коллегами практически ежедневно заходит на сайт идеи и перерабатывает, и дает вам какую-то обратную информацию о том, что мы делаем с идеей, и приняли, либо она уже реализована, либо мы ее пока что откладываем. Ну, а у нас все. Вот здесь у нас, к сожалению, информация о старом вебинаре, коллеги. Да ничего страшного. Благодарим вам за то, что вы были с нами. Спасибо вам за вебинар. Вот нам тоже пишут спасибо. Юра, спасибо тебе. Спасибо, я вам отлично рассказал. Света, спасибо. Коллеги, увидимся еще. В среду у нас будут вебинары по Bitrix24, где мы будем знакомить вас, продолжать с системой. Заходите. Будем я, Наташа Грихина и кое-кто еще. Кстати, будет у нас вебинар, если не ошибаюсь, технический. Мы будем подключать 1С. Он будет шикарный. В среду. Вот пишут, когда? В среду. В следующую среду. Будет также Юра Волошин. Будет у нас наш специалист Саша Денисюк. Будет подключать прямо в прямом эфире 1С. Там с кишками, с показом вообще 1С. Ну, должно быть интересно. Такие вебинары, я знаю, вам нравятся. Коллеги, любим, обнимаем. Спасибо. Хорошего вам недели. Чавики. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok